Ну, вроде да, дрожжи нет, никаких помех. Хорошо, 30 секунд, спасибо. Коллеги, через 30 секунд начнем. Вот все, как-то можно отсчитывать. Да, если что, лучше выступающим, наверное, где-то вот здесь. А здесь съемка. Вот, видишь, если мы смотрели, то не как-то... Да, Дмитриевич, смотрите, вас не будет видно, можно с вами лучше сюда присесть. Ну, когда выступать будете, или поменяем в своем местах. И я, на самом деле, на самом деле, очень помню. А видите, вот тот угол, он как-то... Лучше всего... Я лучше всего Софью слышал, на самом деле. Наверное, микрофон, кстати, недалеко от нее. Да, да, да. Да, 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 да. Выступающий будет за ним заступать, как раз. Тогда, может быть, парнись с вас и начнем? Ну, смотрите, должен был выступать роман. Вот, он попал кто-то. Роман. Роман есть роман. Начнем с вас. Ну, тогда я сейчас... Вот здесь вот парнись. Подожди. Чего вы так... Роман. Сейчас вам, ты, ну, вообще, можно по-рубить? Нет, я не думаю, что я на всех послушаю и буду у меня и всех. Ну, естественно, как же так. Вы даже не будете, вы уже есть. Да, не надо. Ну, коллеги, добрый день, уважаемые коллеги. Рады вас в этой предновогодней суете приветствовать. Мы, в общем-то, закрываем год этим симпозиумом. Ну, вернее, мы не год закрываем, мы наши отчетные годы, скорее. Закрываем этим симпозиумом. Вот. Симпозиумом, посвященным осмыслению проблем биосоциальности, генетизации, биоэгентричности. Вот, достаточно сложное время сейчас и в плане заболеваемости, и в плане транспортной нагрузки. У нас часть докладчиков в пути оказались, застряли в пробках, что не подойдет позже. Кто-то заболел, вот, но обещал присоединиться. Поэтому некоторые перестановки в программе нас ждут, вот. Но, тем не менее, мы начинаем. Слово сейчас я предоставлю Павлу Дмитриевичу Тищенко. Скажу единственное пару слов в регламенте. Вам дезинфицируют? Серьезно, я думаю, что это было бы сделано. Я так думаю, что я буду это делать. Ну, ладно, я действительно с удовольствием начну. Поэтому еще мы предоставим. Сейчас я скажу буквально пару слов о регламенте. Мы где-то ретируемся на 15-20 минут с вопросами. Старайтесь, пожалуйста, не выходить за эти рамки, потому что докладчиков много. Вот, и хотелось бы уйти сегодня именно домой, не на следующий день. Поэтому, вперед, Павл Дмитриевич, пожалуйста, вам слово. Так, нежданное и негазанное. Павла Владимировна, у вас есть оглавление? Да. Да, можно я прочту, как называется на выступлении? Оно называется «Структура событий жизни, натальность, прокреация, репродукция и дугиев в смире». Спасибо большое. Я думаю, сегодня... Я собирался сегодня выступить под эпидрафом, может быть, лозунгом, который звучит так. Праздник Рождества. С моей точки зрения, в самосознании современного человека, нового европейства, к которому мы, несмотря ни на что, относимся, как раз Рождество остается до сих пор... Кто с ним нет? Коллеги, выключите, пожалуйста, микрофон здесь у кого-то. Ирина Васильевна, у вас, по-моему. Да, Батар, я смотрю, что мне плохо слышно. Да, это шумовые эффекты прям такие сложные. Пожалуйста, Александр Ильич. Я должен вернуться к началу. Нет, пожалуйста. Ну, в любом случае, я с удовольствием повторю, что мое выступление посвящается особому событию, которое называется праздник Рождества. Потому что я считаю, что как раз это событие самым меньшим, наименьшим и слабым образом осмысляется новоевропейским человеком, который везде пытается поставить себя в качестве субъекта, в качестве автономной личности. Поэтому, даже размышляя вот о событии жизни, как оно происходит, он первый акт, акт, в котором он бросается в жизнь природой, другими людьми, силами выше природы людей. Это второй вопрос. Он забывается. И, рассуждая о рождении, сразу же у нас это рассуждение сбивается и, я бы сказал, репрессивно отталкивается в сторону другого феномена, в сторону порождения другого человека, репродукции и репрокреации. Вот эта терминология очень хорошо обсуждена Татьяна Александровна Сидоровой. То есть, сам момент, само событие, вхождение человека в мир остаётся непонятным. Учитывается ли оно в наших дискурсах? Я думаю, учитывается. И я рекомендую всем, если я подтверждение своего тезиса, обратиться к работе Харьер Маса, посвящённой выбиранию Евгении. Он противопоставляет инструментальному подходу нотаренности. Он вспоминает этот термин. Термин, который начала проговаривать, словечко, скорее всего, Ханна Аленд. Я говорю, она начала проговаривать в том смысле, что она не тематизировала в конкретном произведении этой идеи, на тайности. Но во многих местах она говорит, что социальная динамика, что динамика вообще человеческого бытия во многом обусловлена вот этой стихийной импульсивностью начала. Человек бросается в жизнь, как новое начало, скажет Бибихин. Как новое начало. Всегда новое начало. Не надо искать там каких-то сил на стороне, чтобы подумать, почему там что-то меняется. Да нет. Каждое рождение черного человека меняет мир. И вот к этому мы должны отнестись очень серьезно. Что мы хотим защитить, что мы можем защитить перед лицом вот этой всемогущей силы. И еще раз подчеркну, что у Хабермоса у него не очень прописана эта идея натальностью. И она не могла быть прописана, потому что он человека в его активности все-таки сводил в двум ипостаси коммуницирующего и технологически инструментально что-то действующего. Вот коммуникация и действие у него это. И он забывал о том, с чего я начал. Ну, конечно, он не забыл о том. Я не имел в виду, что он не цитирует у меня, но вот в начале своего выступления я сказал, что посвящается празднику Рождества. Празднику. Праздник не труд. Праздник где-нибудь одинокий. Праздник, когда сегодняшние философы после его обсуждают там, в начале было дело, в начале было смысл, в начале было что-то еще. Я хочу сказать, нет, господа, в начале был праздник. А вот потом все остальное было. И я говорю это, ну, как бы не только имею в виду гиблейскую интерпретацию происхождения всего, я имею в виду любое логическое рассуждение. Когда мне логика, мой добрый друг Александр Михайлович Анисов начинает говорить, что вот так устроена логика, с того она начинается, так она разворачивается. Я спрашиваю, что было до начала логики. Он говорит, ну, это твой произвол, по твоему усмотрению, ты можешь так начать, можешь сядь начать. Я говорю, вот-вот, вот этот произвол, вот эта неопределенность, нелогичность, из которой рождается любая логика, это не называется праздник. Это в эстетике Кантера называется «как если бы». То есть каждая реализация является «как если бы единственной логикой тождества, то, что Смирнов называет логикой субстанциональной. Это понятно. Почему? Потому что субстанция это подлежащее всего того, что ей есть. Она не меняется, она самоидеотична и так далее. Но вместе с тем, я хотел бы сказать, что существует еще и другая логика, о которой говорит тот же Смирнов. Это логика процессуальная. И он очень интересно обсуждает возможности двух логик. Одна якобы доминировала в Европе, другая в мусульманских странах и связанная с исламом. Вместе с тем, опять же, о начале, как и любой другой логик, говорит примерно так, что мы находимся на развилке, мы можем принять так или эдак, мы можем что-то допустить или не допустить. Я опять же в своем рассуждении обращаю ваше внимание на необходимость вернуться к пониманию начала. Не как действия коммуникативного или инструментального, а как праздника. Вот праздник Рождества, он для меня принципиально важен. Именно сегодня я должен был это сказать, хотя немножко говорил об этом и раньше. Биоэтика и философия они до сих пор может быть только начинают осваивать эту идею. Мне очень нравится, что было два великих философа Ханна Арен и Мартин Хайдегер, которые были связаны отношением любви и которые каждый произвел два этих концепта. Ханна Арен настаивала на натальности всепорождающий возникающий мир с каждым рождением силы она же не связана со мной тобой или с чёрствием. Понимаете, почему она вытесняется в бессознательное нашими разговорами о прокреации и по репродукции. Потому что там нет субъекта. Там субъект кто-то другой, что-то другое. природа Бог не знает каждый скажет по-разному но там мы брошены и нами самим. Мы не можем в этом осознавать себя в момент вот этой брошенности как автономные субъекты. Господи, мы во всей жизни протаскиваемся как не автономные субъекты. Вот я мысленно просто как-то организую свои архивы в том числе и фотографии, и фотоархивы, складываю и вижу как менялся этот человек, который перед вами наступает от малыша там сидящего между подушек к этому довольно престарелому существу, у которого запрограммирован конец определенный. Понимаете? И эта сила, которая меня туда тащит и оттуда вытаскивала как бы с двух сторон. Она же не моя. Она не государство, не общество, не культура. Она сила жизни. То есть того, что предшествует любой культуре и любому существованию. И поэтому остается непонятным и непознаваемым. торопцы давайте сбросим этот вопрос рождения человека с него самого как рождающегося на тех, кто его производит. Ну и начнем дальше. Там все более непонятно. Там два субъекта, два дурики, субъекта. Либо тот, кто технологически себя воспроизводит в технологиях репродукции, либо тот, кто бросается в стихии жизни свободно любя и так далее воспроизводит другого человека. А вот для каждого из нас начало начало в том, что мы не определяем собой, но мы предопределены им. И это должна быть другая логика. Я еще раз возвращаюсь ко всем своими рассуждениям предшествующим. Я хочу рассказать, что даже самый строгий логик, я много слава Богу общался с Александром Михайловича Манисовна. Всегда начинаю с начала, а начало он задает как? Пусть то, о чем я говорю, будет таким-то. Хорошо, я спрашиваю, а кто гарантирует достоверность пусть? Что это за штуковина, способность? Он говорит, ну, это суждение вкуса, мне нравится одно и другое, другое. это не только то, что вам нравится или не нравится, но это то, что определяет что-то из вас происходящее, но вам необходимо высказаться, выразить, определенным образом сформулировать. И до того, как вы произнесли это, пусть то другое в вас, что не вы сами и не определяете своей собственной логикой, оно работает активным, я еще раз условно обрамляю вот это другое словом, понятием праздник. Очень хорошо у Гадамера про это прописано, я старался подражать Гадамеру в своей маленькой книжечке 2000-го года «Биовласть в эпоху биотехнологий» в пятой главе этой книжки я как раз попытался каким-то образом проиграть эту тему, но она на моем сознании оставалась достаточно формально. Но сегодня я чувствую, что это принципиально необходимо. Ведь иногда нам кажется, что чтобы вот этот мир вокруг нас не рухнул, нужно его схватить и нужно бороться с какими-то внешними силами, меняющими наш этот мир. Я хочу обратить ваше внимание только подождите, так это же каждый новый ребенок рожденный, этот мир начинает менять. Нам нужно по-другому начать ставить, сытать. Как в этом мире, в котором все время есть сила, порождающая новая. Несмотря на какие там желания западов, востоков, югов, северов, неважно и с какой стороны? Нет. В самой жизни, в каждом новом человеке. Вот Лот сказал, культура это взрыв. Правильно. Каждое рождение в этой культуре это новый взрыв, переопределяющий. Чтобы этому человеку не сказать, он никогда не повторит то же самое. Он переосмыслит под себя, а это означает, он произведет свой микровзрыв изменения. И мы не можем ничего законсервировать. Мы не можем мыслить о стабильности человека, общества, государства, мировой системы в таком мавзолейном типе, что там все законсервировать, формалином обработать, низкие температуры и кислород удалить, чтобы только не разлагалось. А в биологии есть хорошие концерты. Он называется гомеорез, то есть стабильность в потоке преобразования. Вот я, как человек рожденный, проходящий всякие стадии, все время не тождественной самому себе. Я могу сохранять стабильность, могу дестабилизироваться, но очень интересно дестабилизироваться или дестабилизироваться в потоке. Я сейчас нет времени обсуждать, но я просто подчеркиваю, есть такие понятия, они предварительно обсуждены, но в любом случае я хочу совершить свое выступление тем, с чего начал. Два понятия, два слова, две идеи остаются совершенно вне современного, ну, не совершенно, почти совершенно вне современного философского самосознания и биоэтического и всех остальных других, вот поскольку я не из этой среды. Это понятие праздника как особой антологической антропологической структуры и понятие Рождества. все есть, бытие к смерти есть, а вот эта всепорождающая жизнь пропала. Так что, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что Бог остался и меня в своих последующих работах, и я попробую спровоцировать у вас не только интерес к вопросу о смерти, я когда работал на философском факультете, то мои студенты почти каждые две трети из них писали об эвтаназии и все о чем. Никто не писал никогда о рождении. А это, я думаю, принципиально важно. Спасибо за внимание. Спасибо, Павел Гидович, большое. Коллеги, есть ли вопросы? Можно, да? Да, пожалуйста, Роман Рифатович переделал. Спасибо, полмечено спасибо, очень интересный заход на философию биотического осмысления праздника. Само вот это событие праздника, о котором вы говорите, оно рефлексивно или оно как-то эмоционально? То есть в этом присутствует какое-то формальное содержание или это какой-то поток, порыв? Роман, никакой это не поток и никакой это не порыв. Каждый год мы с вами празднуем свои дни рождения. Каждый год мы празднуем Новый год. Каждый год мы празднуем еще что-то, что для нас существенно. Для кого-то Пасха, Рождество, пособия, что угодно. Мы празднуем и праздник это не эмоциональное состояние, а это приобщение, причастность, умение. Понимаете, хочу сказать так примерно, ответить на этот вопрос. Вы помните стихи Маякова? Надеюсь, помните, молодые сейчас уже Маяковские, не знаю. Когда он говорит «Я рад, что я этой силой частица», вообще даже слезы из глаз и тогда понимаете, когда вы выходите на трибуну что-то говорить, вы себе присваиваете все то, что вы хотите искать как бы себе вот этой автономной личности, но сам выход вас выталкивает судьба, вы не можете по-другому жить. То есть это причастность. Это причастность, супричастность, активная и еще раз для меня принципиально важная. Это порождающее начало, а мы обсуждаем уже о порожденных существах. Это порождающее начало, относиться к которому можно легкомысленно. Можно считать, ну, религия там что-то наговорила, а нам это наплевать. Ну, или, так сказать, люди из той богословской среды иногда тоже так говорят, мы-то все уже знаем, а вам чего. Но я, как советский человек, утверждаю, что началом всего является праздник. Празник принципиально важная категория. Может, я не потяну на последнее решение того, что это такое, но я, Роман, обращаю ваше внимание, до того, как вы определите что-либо, вы всегда уже предопределены к желанию определять. Ну, безусловно, но я для уточнения, потому что вы же понимаете, что праздник может быть миллион раз в способах определён, поэтому мне просто было интересно, что вы понимаете, такая вещь коммуникативная, прежде всего. Я еще раз говорю, праздник это оформленное начинание, оформленное в виде единства музыки, танца, пения, разрисованных телес и так далее. Начинание, это театр, это театр, который вас выставляет. Вы уже, когда вы вышли на сцену, вы забываете, что вы на сцене, вы думаете, что вы философ, вы играете очень интересную просто часть драмы. То есть праздник, для меня из праздника родилось искусство. Каннска так говорит, что есть единство, что к суждениям вкуса, к суждениям, оценивающим художественное произведение, эти суждения без понятия. Вот это и есть праздник. Еще раз подчеркну, что это зона непрорабатываемой логикой. Логика всегда уже готова. А сначала вот тот человек, который говорит пусть. Пусть будет так. О, хорошо, пусть так и будет, но не забудь, что за твоей спиной особого рода реальность, которую производят. Вот там после пусть возникает коммуникация и действия. А до пусть праздник. Можно я тоже вопрос задам? Спасибо за интересный заход. Вопрос такой, как бы вы ответили на такое рассуждение, что если праздник мы считаем неким фактором, который выстраивает коллективную идентичность и во многом персональную идентичность, то можем ли мы допустить существование такого субъекта, который будет не увлечен в структуру празднования, вот какой идентичности мы можем ему приписывать? Только биологическую и все таки он будет каким-то образом другим конституироваться, и если будет конституироваться другим образом, то каким? Спасибо по запросу углубонервы, я бы ответил следующим опытом. Такого рода идентичности, которые не знают о празднике, потому что о праздниках им не рассказали их программисты, это искусственный интеллект. Он не праздный, он работает. он не может собраться перед тем, как начать работать, отпраздновать. Вот когда он начнет праздновать, тогда я скажу, вот, ребят, все, человеку хана. Пока он праздновать не начал, я думаю, моего обманю. спасибо большое. Мне кажется, хочется добавить еще, мне как раз недавно в одну программу пригласили, там вопрос был поставлен следующим образом, может ли искусственной интеллекции идти с ума, вот, то есть, ну, подвергнуть шизофрении, допустим. Мне кажется, когда он начнет праздновать, вот это вот, это путь ему будет обеспечить. Здесь очень важно, я хочу обратить внимание, например, что с этим связано принципиально важный момент, мы такие головами, праздник, ну, мы просто застолье пока что, представляем или там на службу сходить, слава тебе Господи, это более разумно, но праздник, он значительно более, я бы сказал, широк и всеохватывающий, знаете, без праздника невозможно начинать. Вот для меня это главное, еще раз, любому логику, я скажу, я верю в то, что происходит после того, как ты произнес путь, но давай поговорим о том, что до того, вот это и есть сфера праздничности, праздновости, не знаю, как это сказать точно, и я думаю, что философия, по большому счету, в отношении всех остальных специальных дисциплин, занимающихся какими-то прагматическими моментами, она и есть и в ней личный праздник мысли. Мы все время празднуем, как если бы, вот это кантовское, как если бы так, а может быть по-другому, а может совсем наоборот, и так далее. вот эта культура, она живет до тех пор, пока она праздничная присутствует. Спасибо, Павел Миш, тогда, ну, думаю, мы ваш доклад еще отпразднуем. Есть ли какие-то еще, коллеги, вопросы? В цепле. У меня есть вопрос. Пожалуйста, Валентин Михайлович, рад Вас видеть, слышать. Боя взаимно. Спасибо за приглашение. У меня вопрос такой, вот вы поднимаете вопрос о Рождестве, идут сразу ассоциации Рождества, Пестова, значит, Чаша Грааля, значит, возвращение первого истока. Начало это продолжение, это актуализация вечности с точки зрения вот такого подхода, скажем, религиозного, онтологического. И там большое значение имеет кровь, то есть биологическое начало. У вас какие интерпретации в этом плане? Ну, с кровью у меня все в порядке. Я чистокровный поместь. Вот. к этому вопросу отношусь спокойно. Мои родственники праздновали праздничность на разных континентах, но я лукаво, наверное, все-таки использовал такое вообще понятное обозначение Рождества, без уточнения Христова. Но по большому счету мы должны понимать, по крайней мере, я, как светский философ, понимаю, что речь идет о праздниках, которые выражаются различными формами религиозного сознания. И Хануко она тоже освещает, и другие праздники, понимаете, и праздники в других религиях, и праздники наших прадцев, которые праздновали рождение Солнца, смерть Солнца в декабре и его возрождение, рождающиеся и возражающиеся Бога. Я сейчас не вступаю в дискуссию и последование между различными представлениями, но вот этот перелом, перелом солнцестояния от дня, который все время уменьшался, укорачивался, гню, который вдруг каким-то импульсом начинает увеличиваться, возрождаться, он по-разному, конечно, в разных системах философии и религия осмысляется, но он принципиально важен. Для меня принципиально важно было выделить вот в этом переломе от тьмы к свету, от тьмы, которая вот-вот нас всех объемляет, уменьшая световой день и так далее к вдруг возрастанию. И вот этот импульс возрастания света, нового порождения, натальности, еще раз и еще раз хочу обратить внимание, повторить свою основную мысль. Наше представление о человеке как субъекте вытесняет внесубъектность. я не хочу называть эту внесубъектность объектностью, потому что она как формируется, это понятие из того, что сначала из человека вытащено в субъектность, а там какой-то остаток объектности. Нет. Праздник празднует другое. Праздник празднует ту великую мощь природы, творца, по-разному можно назвать, от которой мы зависим как рожденные и как все время нас устремляющие от рождения к совершенству молодости до как бы последнего вздоха. Ну что делать? Нужно каким-то образом освоить внутрикультуры вернуть эту стихийную силу, которую культура, понимаемая как активность, как субъектность, она не может освоить. У нас все равно на божественность какой-то претензии, а нужно быть скромнее, мне кажется. Или, как скажет Хабер у нас непритязательный. Он подчеркивает, что современная философия должна быть непритязательной. То есть не ставя себя на место Господа, которым всем, а еще и соучаствовать. Кстати, говорила у Бердяева у него есть превосходная идея в философии человека. Человек сотворец Господа. Его жизнь это не отображение сотворенного, а сотворчество нового. Он об этом начал писать, но это тем высказанное и последнее. А у нас еще раз я подчеркну, у нас есть лакуна, пустое место, непродуманное основание для философской антропологии и для биоретики. Это идея Рождества и идея праздника. То есть две лакуны. Спасибо. Спасибо коллеги, я вынуждена прекратить поток вопросов, вернувся к стихии труда и производительности, потому что времени так много у нас. И тогда я предоставляю слово Роману Рифатовичу Берлидинову тема его доклада «Увидим ли мы феномом биологической идентичности? Проблема социо-гуманитарной дискрипции?» Пожалуйста. Владимир, спасибо. Ну я хотел бы обратить внимание на такой вот с одной стороны уже сложившийся образ сцентизма как редукционизма особенно биологическое по отношению к человеку и поговорить о том, что есть такое ощущение, что само это представление сейчас меняется, то есть оно становится уже не таким примитивным и очень практически уже и не редукционизмом, а чем-то другим. И связано это не только вот то есть это вот ощущение складывается из процессов, которые происходят и внутри самой биологии и в обществе и философии, ну и наверное даже прежде всего философии, потому что вот эти понятия они разлагаются, ну или развиваются, можно сказать, приобретают какие-то новые формы, ну прежде всего такие там как этические понятия, что такое этика, что такое рациональность, почему человек действует так или иначе, вот и вот эти вот объяснительные конструкции, они в процессе развития философии, они очень сильно меняются. Но возвращаясь, и это влияет на понятие редакционизма, но возвращаясь к тому видимому феномену биологической идентичности, о чем идет речь, ну во-первых, конечно, нужно понимать, что биотехнологии являются таким явлением технонауки, то есть общество связано с производством технологий, в этих технологиях заинтересовано, но с точки зрения общества это такие мимости, ожидания того, что вот сейчас биотехнологии, там предложат биомедицины, предложат какие-то решения, которые раньше не получалось реализовывать при помощи культуры, философии, науки, ну гуманитарной, и вот биология сейчас что-то такое предложит, такие феномены они сложились на таких общих концепциях, как генетизация, например, вот, Science Technology Studies там был такой предложен, концепция сменяемых антологий, то есть вот появляется технология, происходит такой антологический сдвиг, вот, антологический shift, как говорится, и возникает новая сеть представлений, и вот в эту сеть представлений попадают какие-то паблики, группы, которые им заинтересовываются, начинают продвигать вот эту концепцию, да, делая неактуально все, что существовало до этого, ну там много примеров приводится и создание каких-то, например, какого-то искусственного мяса, там, или вот была волна с этими нанотехнологиями, когда речь шла о создании таких мощных контролирующих каких-то программно-биологических и даже физических явлений, вот, об этом было много написано, вот, но, конечно, в обществе это все носит такой феномен ожидания, а в науке это какие-то такие технологии, которые часто бывают достаточно сырыми, а где-то они оказываются и достаточно актуальны, ну, все помнят, например, этот айфон, который, никто не верил, что он вообще будет создан когда-нибудь, я помню, что там, все говорили, да нет, это невозможно, какой вообще, телефон не будет работать, смеялись, буквально через 10 лет кнопочных телефонов практически не осталось. Вот это, наверное, такой пример антологического этого сдвига. Вот, и, конечно, можно к какой-то степени говорить, что вот этот редукционизм технологий, он, в общем, очень примитивен, да, вот. Между тем, вот этот редукционизм, он начинает проникать потихоньку и в генетику, и в нейробиологию, и давать какие-то совершенно другие интерпретации поведения человека, которые, ну, действительно, сначала кажутся редукционистскими, ну, как бы, почему мы должны свозить, там, человека к каким-то, там, нейробиоптидом и каким-то процессом, там, окситоцина, вазопрессина и прочих, там, например, нейробедиаторов, которые, вот, как-то действуют в мозге, например. Но это все глупость какая-то, действительно, человек испытывает естественным образом любовь к своим родственникам, к своим близким, вот, это, как бы, понятно, просто, как культурный процесс. Ну, приходят в нейробиологи, говорят, что, ну, это вот так, ну, может быть, не совсем, мы говорим, но они вот редукционисты, вот, в какой-то степени, конечно, они сводят, там, сложное явление культурное к чему-то простому, но, с другой стороны, и решение вот этих вот, объяснений, как бы, вот этих вот связей, каких-то, внутри культуры, они, в общем, имеют свою структуру и тоже находятся в таком, как бы, процессе, ну, что ли, деконструкции, не знаю, вот, ну, что я имею в виду, там, ну, в общем, дух Хабермаса, это, ближе всего, как бы, как Хабермас пишет, что философия теряет, вот, Толкан объяснил всем, как мыслить правильно, да, вот, а потом вот это перестало работать, то есть, как бы, философия перестала быть учителем мысли, вот, потому что, вот, вот эта его концепция аналитические, априорно-синтетические осуждения, она, в общем, процессе, он, до 19-го, 20-го века, претерпела сильные изменения, стало понятно, что, ну, не существует такого единого трансцендентального субъекта, который бы, из которого можно было бы выводить, там, не знаю, автономию или благо, то есть, мы часто думаем, что субъект, ну, как бы, всегда думаем, что субъект достаточно рационален, но выясняется, что он не настолько рационален, потому что на него что-то влияет, и что именно не всегда понятно, то есть, происходит обращение какой-то, той же нейробиологии, биомедицине, чтобы понять, генетики, почему человек действует так или иначе, ну, сейчас недавно книжка вышла, критическая, цинические теории, благ, благ, рост и линдси, да, речь идет о том, что, вот, собственно, постмодернистская теория, она превратилась в критическую теорию, да, вдруг, вот, это вот, единое представление о том, что такое благо, там, ну, рынок, например, там, не знаю, конкуренция, вот, оказалась не совсем, довольно сильной критикой, ну, это, прежде всего, такое критика, там, постколониализма, вот, и прочего, вот, но смысл в том, что это отказ, как бы, такого общего, трансцендентального дискурса, да, который объясняет, все, ну, более-менее, единым образом, то есть, получается, по, по каким-то, совсем, там, наличным, таким, философским активистам, даже, можно сказать, каким-то рассуждением, что, практически, каждый человек имеет некоторое, как бы, свое основание действовать так, как он считает нужным, это основание, оно, может быть, конфликтное, неправильное, может быть, осуждаемое, но оно у него, тем не менее, есть, вот, и, в общем-то, в какой-то степени, это основание, оно, в том числе, лежит, и, некоторым образом, в биологии, ну, вот, там были работы у психологов, как, где они, там, показывали, что, моральный субъект, в общем-то говоря, не столько не такой уж и моральный, а больше, вообще говоря, эмоциональный, потому что, по-хорошему, он часто, как бы, отвергает какие-то, там, вещи, поступки какие-то, которые не несут никаких, ни рисков, ни опасностей, но просто, с точки зрения, так сказать, поведения, этически неприемлемы, и они, там, проводили, какие-то замеры, показывая, что это никак не связано с убеждениями, с чем это просто, вот, эмоциональная неприемлемость каких-то вещей, вот, это, ну, такой процесс больше, как бы, биологизированный, вот, ну, возвращаясь, к, вот, феномену биологической идентичности, тут, надо сказать, что, конечно, были такие еще вещи, как медикализация, медикализация всего на свете, вот, то есть, попытка представить, любое, какое-то событие в жизни человека, как-то, прими таблетку и излечись, вот, то есть, вот, вот, связанность поведения, там, с, какими-то лекарствами, с каким-то влиянием, на каких-то, там, субстанций, на сознание, на способности, вот, какое-то такое улучшение, оно привязывает, то есть, социальное поведение, фактически, к, даже не то, что социальное, а, к генитивной способности, вообще, способность, принимать какие-то решения, даже сочувствовать, переживать, к вещам, которые не имеют отношения к разношлению, к личности, там, они объективированы, да, и дело в том, что, опять, о технонауке, то вот эти вещи, они в обществе сами начинают схватываться, то есть, люди начинают это воспринимать, как способ, каким-то образом менять, производить этот вот антологический сдвиг, да, трансформировать самих себя, то есть, они, как бы, внутри своего процесса, жизненного, своей жизни, самосознания, включают дополнительную такую биологическую идентичность, вот, которая их меняет, ну, мне понравилось такое замечание, которое было в статье Мария Ивановна Фроловна про инстусть человека, что сегодня в результате развития научных знаний и технологий идентичность человека получает множество вариаций благодаря биомедицине, то есть, человек, он становится уже как бы немножко шире культуры, немножко больше культуры, потому что, ну, по сути, биомедицинские знания, это же, ну, они никак не фиксируются, скажем, при помощи естественного общения, там, коммуникации, обучения вне научного, вот такого гуманитарного, они как бы приходят извне, вот, их можно схватывать каким-то образом, но практически невозможно это схватывать вне науки, да, именно как бы дополнительного знания, вот, и вот биоидентичность, она, в общем, определяется, как два таких состояния, это первое, так, нас, наверное, не очень заинтересующее, это статические биологические механизмы идентификации, там, это стоматологические карты, распознавание голоса, манера походки, сканирование, активность, это такие вещи, которые присущи человеку всю жизнь, они практически не меняются, вот, под ним можно идентифицировать человека, нам надо найти, вот, каким-то образом определить, что это вот именно он, по этим биоматериалам, вот, а изменяемая биоидентичность, то есть такая, которая приобретается в процессе жизни, она связана с тем, что человек биологически тоже находится в таком состоянии постоянного изменения, ну, авторы различных статей, они выделяют, там, такие вещи, как, например, иммунная система, которая постоянно находится в состоянии, такого, подстраивания, к тому, что происходит, там, каким-то болезням, каким-то, там, раздражительность, с которой он сталкивается, она постоянно находится в состоянии такого трансформации, вот, это микробиом, то есть, это питание, там, образ жизни, биота, в котором находятся в кишечнике, вот, она тоже абсолютно уникальна, и совершенно идентична, вот, ну, и еще более, такое серьезное направление, как, вот, эпигенетика, то есть, это включение определенных, каких-то, экспрессий генов в процессе жизни, то есть, в процессе персонального выбора человек приобретает какие-то, ну, не то, что это способности, но это может быть и поведенческие какие-то вещи, это могут быть совершенно, там, детерминация каких-то заболеваний, там, или в результате стресса, еще чего-то, вот, то есть, это такой слепок, который связан именно с личностью, вот, и с выбором, который человек делает, то есть, он начинает формировать, формировать поведение человека, и некоторым образом, ну, это, в общем говоря, формирует его онтологию, именно биологическую, да, не только как трансценентальный субъект, а это как бы такой трансценентальный субъект, который, каким-то образом, становится совершенно отдельным от своей, вот, единой, единого самосознания, вот, и приобретает какие-то, какой-то биологический импут, который становится его частью, то есть, становится его, как бы, антологией, да, это, какой-то степени даже возвращения в такую средневековую модель, вот этих вот врожденных форм, там, где все определялось через субстанцию, вне, ну, как бы, додекартовских, да, и для сознания еще не было, Btm, Btm была сама субстанция и врожденный экземпляр, вот, и получается, что вот этот вот биологический, какой-то сейчас понимаемый нами уже при помощи различных инструментов, исследовательских субстрат, мы можем его, как бы, считать, то есть, мы можем начинать понимать, что вот этот человек, там, жил там, на берегу моря, или он там, жил еще где-то, вот, у него могут быть такие особенности, вот, и сам этот человек тоже, поскольку, ну, мы говорим о современном человеке, да, который находится, как бы, в процессе, ну, хотя бы, там, общения в пабликах, он начинает самого себя осознавать именно таким образом, ну, вот, я хотел бы привести, там, несколько примеров таких, ну, прежде всего, это, например, так называемая была, кофейная эвтаназия, это случай относительно недавно, по-моему, начало нулевых, вот, само судебное разбирательство началось в 19-м году, ну, все любят этот кейс, потому что, там, речь идет о том, что, вот, это убийство, которое оправдали в суде, потому что, ну, суть, чем там была, бабушка решила, что вот она хочет, чтобы ей провели эвтаназию, но только после того, как у нее начнется альцгемия, такой же, эвтеменция, то есть, когда она уже не сможет принимать решения, поэтому она написала заранее, заранее написала директиву об эвтаназии, вот, и там не очень точно определила причины, по которым ее следует подвергнуть, ну, она должна пройти эту процедуру, что она должна будет дать согласие, ну, она действительно в процессе, так сказать, жизни впала в это, впала в состояние альцгеймера, вот, потеряла полностью кратические личности, вот, и она отказывалась уже проходить, по сути, ну, согласие уже было, по форме юридически, по всем правилам, она отказывалась, говорит, все, я не хочу, и очень хорошо, и так, вот, врачей там это не очень устраивало, как бы, и родственников, вот, и они, значит, сказали, ну, бумага есть, значит, значит, чтение. Роман, большая разница, подождите, я просто еще... родственников не устраивала, а врачей устраивала, чем больше решить, чем здоровье. ладно, вы мне скажете потом. Вот, и они решили ее все-таки провести эту процедуру, когда они сочли, что уже все, как бы, тот момент настал, она никакую не хочет, ну, ей тогда дали седативное, в кофе, она немножко обмякла, ну, и в колонию, в общем, в чем-то такая борьба даже была, вот, и вопрос, собственно, был в чем, ну, почему, ну, как бы, это же убийство, но мне кажется, что главное здесь не в это, врачи потом оправдали, что они сделали все правильно, не в том, что они приняли решение, последнее автономное решение, субъектное, мне кажется, что здесь важен другой момент, что, почему, собственно говоря, она приняла это решение, приняла она решение, это потому, дело в том, что в ее семье все родственники болели альцгейдом, после какого-то возраста, и она сама 12 лет ухаживала за своей матерью, которая находилась в жирком состоянии, уже просто чудовищного, вот, и она просто, эту биологическую идентичность своей семьи очень хорошо понимала, вот, и вот это решение, которое она, вот эту директиву, отложенную, прямую, об эвтаназии, которое она подписала и сама оформила, она была связана с тем, что она понимала эту биологическую идентичность своей семьи, свою уникальную, то есть она, как бы, не находилась еще в том состоянии, но она уже это видела, во-первых, как бы, внутри там, у своих родственников, вот, и она этого не хотела, то есть она просто, отталкиваясь вот от этих знаний, то есть она понимала прекрасно, что у нее, там, после какого-то момента биологические процессы, как бы, сотрут ее личность, вот, и поэтому это был сделан такой выбор, то есть мне кажется, что это такой вот очень яркий пример, как именно уже такой вот социальный, даже не социальный, наверное, такой, можно сказать, даже философский, осознавание самого себя, самоосознание, приводит, как бы, проекции на будущее, для того, чтобы какие-то действия, какие-то действия, последствия действий были предприняты, она могла, например, наоборот, написать, что нет, у меня все устраивает, ничего страшного, что там, ну, как там врачи любят говорить, что там, в общем, все ужасно было, ну, ничего предпринимать не надо, вот, сколько и столько живешь, столько и отпущено, столько и жить, вот, но решение было принято совершенно другое, но другой пример, скажем, такой вот, биологической идентичности, которая, мне кажется, тоже очень интересна, это кейс таких индейцев-высупаев, которые в конце 80-х годов сдали биоматериалы для проведения исследований в биобанках, которые были связаны с диабетом, то есть, они сказали, что ваш биоматериал будет связан только с диабетом, и больше ни с чем, они сказали, ну, хорошо, премию «Хоспайфорс», чтобы понимать, это такая вообще закрытая группа людей, которые живут там в определенной местности уже там последние многие тысячи лет, вот, у них там свой такой туристический бизнес, вот, и они, ну, как бы, они биологически очень сильно отличаются, скажем, от американцев, да, но это, что называется, коренное население, которое довольно хорошо сохранилось и не смешалось, вот, и поэтому, собственно, и была там идея, их именно проверить на вот эти какие-то маркеры диабета, потому что считалось, что там можно что-то найти, они дали на это согласие, вот, а в процессе, как бы, согласие было дано, правда, как бы, достаточно размыто, то есть, вот, и исследователи посчитали, что, ну, что, добро пропадать, ну, сейчас еще какие-то исследования приведем, и стали проводить исследования, значит, на психические заболевания и шизофрению, вот, а когда это все это всплыло, ну, информация просочилась, что, оказывается, материал используется для этого, то они очень сильно, ну, они пошли в суд просто и стали говорить, что, ребята, извините, вы таким образом стигнотизируете нашу племя, что вот это наша биологическая какая-то, вот, таким образом вы показываете, что вот это племя, значит, пострадает такими межродственными связями, набридингом, вот, и это приводит, значит, к вырождению, ну, очень, они просто реально пошли в суд, там, как бы, университет от них делался, пожалуйста, все заплатили, все прекратили, вот, и это опять же связано именно с таким вот связыванием биомаркеров, да, и социального, какого-то, ну, самосознания, даже не социального, а вот именно самопредставление этого народа о себе, о своей личности, о своих там возможностях, вот, какой-то идентичности, ну, коллективной, в данном случае, ну, наверное, и персонально, в каждом отдельном случае, поскольку там это небольшая группа достаточных людей, вот, то есть, происходит такое вклинивание, вот, каких-то биологических показателей, маркеров, которые современная наука начинает представлять в большом количестве, в самопредставлении человека о себе, и, ну, я сейчас еще последнее скажу, что-то, да, я начинал большой доклад, вот, 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 в философии, ну, как я уже говорил, в Кабермасе возникло такое очень представление о философии, как местоблюстителе или интерпретаторе, то есть, он фактически, вот, ну, в своей статье, сейчас, секунду, вы ее все знаете, но я все равно ее... это книжка, это книжка, это книжка, философия, как местоблюститель и интерпретатор, да, моральное сознание и коммуникативное действие, это большая книжка, но там такая статья есть, вот он практически философии отказывает, он ее сводит, философию, к местоблюстителю и интерпретатору, то есть, не какой-то, вот, системе, которая может объяснить что-то, да, а как процесс, ну, там выделяет несколько философских таких методологий, терапевтическая, такая, гештудьянский подход, героический, хайкредагерианский и столько философский, как мы говорим, как пишутся, стереологический, но, по сути, он говорит, что все вот эти вот модели философствования, они, как бы, вклиниваются в жизненный мир, возможно, все объясняют, но они просто интерпретируют, то есть, они не дают, это очень такой мощный инструмент, действительно, он все исследует, но конечного знания он не дает, там невозможно найти какой-то ответ на вопрос, да, там, успокоение, вот, и то же самое, о чем-то подобном пишет такой исследователь Апель, вот, но это тоже 93-й год, это достаточно старая идея, он там говорит о том, аналитический такой философ, он говорит о постметафизике, то есть, о необходимости обращения, перехода от, ну, в связи с тем, что этот трансцендентальный субъект, он, как бы, начинает не давать от этого ответа, собственно говоря, ну, перестает быть учителем мысли, словами Купер Масла, вот, возможно, нужно искать вот какой-то новый способ нахождения, новый способ мышления человека, возможно, внутри какой-то антологии, вот, и мне кажется, что то, что мы сейчас вот наблюдаем, там, в литературе, особенно в последней литературе, там, как бы, с 18-го года книга моральной эволюции, номер Бьюкинего, она, как раз, рассказывает о том, что, оказывается, возможно, вообще, абсолютно две модели моральной эволюции, то есть, одна модель, такая традиционная, культурная, которую мы все знаем, то есть, когда, ну, там, не знаю, какая-нибудь золотая овечия, замещение человеческих жертвоприношений, жертвоприношением животных, замещение жертвоприношения жертвоприношения животных, generation живоприношения, То есть отход от более агрессивных практик, более человеческих, более цивилизованных, это вполне такой традиционный золотой путь философского осмысления человека на своего бытия, как в космосе, как в мире и своих возможностях, как он себя представляет. Вот, ну то есть это на современном языке, наверное, такой трансцендентальный субъект, который осмысляет самого себя в мире. Ну или там даже до Декарта это такой религиозный, ну там не субъект, там как бы субъектность такая, вот она коллективная религиозная. Вот, а второй путь, он вообще просто биологический, то есть вот человек понимает вдруг, что у него там, не знаю, вы слышали насчет последний кейс, там был в Австралии, женщину обвинили в том, что она убивает своих детей, потому что у нее один ребенок умер, ну списали, что умер, второй ребенок умер, ну как бы умер, ну подозрительно, а у нее третий умер. Вот, у всех остановка дыхания. Ну и говорят, что она, видимо, убила, потому что по криминальным этим законам три смерти в одной семье детей, маленьких, там полтора годика где-то, а это убийство. Все, ее уже начали сажать. Вот, ничего там, никаких аргументов не могла это все. А помогло то, что там ведущие генетики, они, значит, нашли у нее какую-то мутацию у детей, которая приводит к остановке спонтанного дыхания. Ну вот, ребенок просто перестает дышать во сне. Вот, они нашли эту мутацию, она совершенно необязательная, но она присутствует. И вот они стали говорить, ну вы знаете, как будет у нее такая биологическая идентичность, вообще говоря. Вот, а так вот, понимаете, по всем правилам юриспруденции она совершенно точно виновата. Вот, и вот это вот восприятие какого-то, да, вот нового процесса внутри, онтологического внутри этой биомедицины, мне кажется, становится тоже как бы таким вот игроком, потому что второй тип вот этой самой, там, моральной эволюции, это вообще говоря, попытка играть вот именно с субстанцией. То есть, внедряться в эту субстанцию, искать какие-то связи и, возможно, корректировать. Да, это может происходить как автономное решение, ну, как вот в случае кофейной эвтаназии, да, там, ну, понятно, что там будет уже не эвтаназия, а там сознательный выбор каких-то, значит, трансформаций, вот. Но это вот действительно возникает такой, он параллельный язык, то есть, он, конечно, в никаком случае не отвергает, но это не редукционизм, то есть, возвращаясь к тому, чему я начал, я заканчиваю все, это не редукционизм в классическом понимании, то есть, видим ли мы феномен биологической идентичности как редукционисткой, мне кажется, мы увидим его каким-то совершенно другим образом, как, скорее, такой вот, по-новому описанный, дескриптивный, именно как социогуманитар. Извините, что так долго. Спасибо, Алексей Алифатович. Коллеги, есть ли вопросы? Нет, 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 предложение. Я считаю, что очень интересный материал, он обязательно должен войти в диссертацию докторскую, но когда вы будете описывать вот этот синдром, вот этот случай с тремя смертями женщины, обратитесь к публикации нашего коллеги Сергея Юрьевича Шевченко, вот он несколько сборника выпустил по одному из своих верантов, в котором синдром внезапной смерти детей обсуждается именно с этой точки зрения. Ну, в том смысле, что он является предметом обсуждения морального выбора, информирования и так далее. Тогда это будет очень интересная такая связка вот от вашего рассуждения к еще более широкому формату современных просто генетических консультаций. Спасибо, Алексей. Прошу. Мне кажется, это вообще нужно отдельно вынести на симпозиум мнение, вины. Ну, вы тогда договорились с идеей Юрьевича, можно, конечно. Можно продумать, я бы мне тоже этот кейс зацепил. Есть ли еще какие-то вопросы? Так, вопросов нету. Тогда я предоставляю слово Кургановой Ирине Геннадьевне, нашей сотруднице Института Философии РАМ, тема доклада «Кардиоцентризм и проблемам биогенетичности». Приветствую вам, дорогие коллеги. Мы встречаемся с этим генетимом уже не первый раз, поэтому то, что я говорю, вы уже слышали и знаете. Это будет такое введение в данную проблематику, то есть кардиоцентризм и биогенетичность. Более глубокое рассмотрение данной темы можно будет увидеть в моей статье, которая будет в следующем году. Там институтрина осматривалась уже в более узком смысле в контексте респонтологии. На протяжении многих тысяч лет в истории развития человеческой общества и культур сердце было символом жизни и сверху. Подобно солнцу, дающему через свет и теплую жизнь, сердце воспринималось как источник жизни всего тела. Соответственно, остановка сердца и отсутствие дыхания означало смерть. Но помимо физиологических функций, символической образности, практически во всех мистических традициях мира, и как будто православие, соответственно, исламских субхимов, иудейских кисидин, дайсин, буддин, бурин и так далее, за сердцем была закреплена роль органа духовного познания, намного превосходящего в этом значении народа. Однако культурно-эрегиозные концепты практически не подвержены изменениям в течение тысяч лет, и с стремительным развитием биотехнологий, соответственно, формирования разных моделей биогенетичности, в последние десятилетия были существенно переносны и оказались подвержены научным инструкциям, печальным трендом которого является сегодня односторонний подход к телу или физической природе человека. Прагматика расколдованного мира поставила перед религиозными конфессиями новые вопросы, которые недавно могли бы рассматриваться как некое искушение, к примеру, что такой труп с бьющимся сердцем. Возможность для религиозного мировоззрения принять подобные перспективы перехода к новым критериям смехи метрологическому, при этом избежав существенного когнитивного и физического диссонанса, состоится дискуссия. В конфессии, когда дающие предпочтение к рационалистическому осмыслению действительности, каталитизм, протестанство, он решается положительно. В единственное же введено вложение в зону неопределенности, каковы, чем это вложение, 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 влюбленное состояние бордора, в котором не может быть допущено искусственное вмешательство для меня, они не могут дать положительные ответы на вопрос. Также не могут дать, скажем, довольство по причине исключительного значения сердца, в их мистических практиках и энергийным прагматизмом. В рамках индивидуума для решения этого вопроса меньше всего экстренальных препятствий. Для православных христианств вопрос о критерии смерти мозга, как единственных критерий смерти человека, остается неоднозначным, ввиду особой метафизической роли сердца, богословской энергии. Именно это особое мистическое значение сердца в духовной жизни человека составляет проблему влияния традиции кардиоцентризма в восточно-христианской тропологии на биоидентичность, особенно, даже не особенно, а, скажем, значительной степени верующих индивидов. Тема кардиоцентризма и биоидентичности в контексте трансматологии представляется особенно серьезной и требующей специального усмотрения. Традиционной медикритианской тропологией критериями жизни были дыхание, сердцебеления, именно они считались проявлением души, которую Бог в данном теле. Достижение же медицинской науки привели к фактическому преодолению традиционных критерий смерти. Прекращение дыхания любящихся сердцев, станок сердца, в пользу новых критерий смерти мозга. Хотя провознанная церковь регентировала органное донорство, вопросы критерия смерти по-прежнему остаются дискуссионными, в зависимости от того, на какой позиции находятся, собственно, участники дискуссии. Если это мистики, то там чаще всего вопрос либо замалчивается, либо решает за какой-то статей. Богословская позиция исключает пребывание души в каком-то отдельном органе, но этим не исключается особая духовная связь у органа души. Особое значение это имеет в отношении сердца. Помимо физической линейки, христианской антропологии, ему отводится духовная роль. При этом метафизическое значение сердца настолько высока, что она становится одной из центральных тем восточной христианской фатериологии, то есть учения о спасении. Итак, согласно христианской антропологии, понятие сердца нет даже действенно обмененному физическому органу, хотя между ним существует необходимая связь. Целесный орган – один из аспектов сердца в православном и скептическом понимании, подначая в картеереи и иона. Также известный православный мыслитель, врач-святитель Лука Ясинский, писал о втором значении сердца. Уже во времена древних репок, слова принятое значение не только сердца в прямом значении, а также душу, настроение, взгляд, мысль, граждане и убеждения. И сердце как категория в источниках христианской инистической традиции намного превосходит всевозможные физические значения этого органа. При этом, виду существенно неизримого, соответственно, между духовным и физическим органом, сердце в неофизическом понимании не может рассматриваться отдельно от биологического. Как пишет Вадим Леонов, в «Темь человека, сердце представлено в виде физиологического органа, который посредством кровообращения обеспечивает жизненной силой всей части тела. Но на уровне души оно есть источник душевных сил и органов восприятия душевных переживаний». В русском переводе в Библии так слово «сердце» упоминается в Ветхом Завете 471 раз, в Новом Завете 155 раз. К этому числу также можно добавить было 150 производных от него слов. Уже на этом основании мы можем судить о том, что оно является едва ли не центральным символом библейского представления человека. Христианская топология подразделяет человека на внутреннего и внешнего, в этом особенность в биоидентичности христианина. В Евангелии внутренний человек является как сакрогенный человек сердца, то есть сердце оттворяется в духовную природу. Но тема сложна на богословской кардиологии, что она связана с сотней возможных значений и смыслом сердца с самыми различными аспектами существования человека и его взросхождения в духовной целостности и святости. Роль познания по замыслу творца возложена как на луну, так и на себя сердце. До грехопадения они пребывали в единстве, а грехопадение разрушили их союз. Однако духовная совершенственность способна возродить его, тогда как согласно Никодину и Святогорке он пребывает в сердце убедить в угодное содержание. Из неомерного количества значений сердца в православной тропологии мы попробуем выделить несколько основных групп, которые очень важны для понимания связи к учению кордицентривма и, соответственно, к гуринотичности. Сердце, прежде всего, как центр жизни. Святотическая традиция отрицает пребывание души в каком-то одном органе. Так, не миссия. Минский напоминает о том, что когда говорится о пребывании души в теле, то принимается это не в том смысле, что она находится в теле как в месте, но в смысле связи с отношениями. Также не соглашается Григорий Минский не с тем, кто помещает мужу головной мозг, не с теми, кто считает его влетающие сердце. Как пишет христианский мыслитель, она по нервизнему незаконно с расправлением, с предпочтительностью соприкасается с каждым человеком. В рамках христианской терпологии человек живет, пока душа внук пребывает в теле, то есть сохраняется на определенные условия для взаимодействия души в теле. Смертью является не момент разлучения души в теле. Григорий Минский сразу летел с музыкальным инструментом, а души искусно-музициантом, которая не сможет показать свое искусство на испорченном инструменте. То есть к тому, чтобы инструмент испорчился, может привести полоса совершенно любого органа. И если нет никакой отдельный орган не обладает правом вмещать или неналичь на себя души, то само же расправление традиционно осматривалось как рубежное движение измерти. Метафизика сердца в восточно-христианской настолько объемащего, что отказаться от критерия смерти в пользу критерии сердца, от критерия смерти в пользу критерии сердца в пользу критерии смерти мозга представляется очень сложным. В восточно-христианской терпологии сердце играет роль единого центра жизни, как тела такой души, гармонизирующей, соединяющего все части человеческой природы в единое целое. Как пишет Киафан Затворный, сердце наше точно есть корень и центр жизни. Здоровье и здоровье тела, живости, глядя, что убедено, услышано, осязанно, вспомянутое, оборужено, все это отображается в сердце, отображает его приятное или неприятное, говорит многослов. По мысли же Киафана Затворного подобный груз возложен от сердца не только чтобы страдать на состояние впечатления, свидетельствия, как бытокварительное, неудовлетворительное состояние наше, но и чтобы поддерживать энергию всех сил, души и тела. Неходицы, как бы я написал, центральный уровень сердца означало-то следующее. Сердце является естественным центром человека, поскольку пораньше все другие члены выгодят в организме, а позже другие разрушаются, поскольку оно исходим всех чувственных и мысленных сил души. Таким образом, согласно основным представлению учения корзоцентрирования, именно сердце обеспечивает свою безостановочную работу в жизни человека, выдает ли тело в себе норму. Также сердце рассматривается как корзоцентризм, как орган духовного познания. В восточно-христианской мистике это высший, даже не просто орган, а высший орган духовного познания. А преимущество истинно ведущего сердца говорится, как мы вспоминаем, во всех мистических традициях. Евреасия писала, что достопный для всякого ума, входит сердце, и летает в нем сокровенный из Бога, так как огнезрачно подлетается в сердце. Об этом же говорим о Харии Великие и другие отцы Церкви. Однако не любое сердце способно познать Бога. Это тоже важный вопрос, я смотрю на корзоцентризм и для меня это счастье. Не любое сердце способно познать Бога, а только чистое, очищенное от страстей и стремления к азнам. И об этом предостереждают Феоплан Батрон, поскольку сердце, корень и центр жизни, казалось бы, необходимо отдать ему всю власть на управление жизни. Ведь изначально не такая роль была власть на сердце. Однако, как пишется из этих, превзошли страсти и все помутили. При них и состояние наше указывается сердцем неверно, и впечатления бывают и таковы, как не следовало бы укрить, и в курсе возвращается. Подобное же состояние помутанного сердца необходимо обратиться за поддержкой умножек, подвергать лишнее страсти в поверхе разума. Потому теперь закон держать сердце и рука, и подвергать чувству в курсе лечения и строгой пить. Таким образом, противопоставление мое сердце входит к антицентрике весьма условно. Оно уместно, когда речь идет о высшей степени познания открытия Бога и истины. Роль познания по замысле Творца возложена как на лун, так и на сердце. До грехопадения мы передавали в единственное сердце. Следующий пункт важного понимания отношения к антицентрике и антицентрике, это сердце, как место встречи Бога-человека. То есть особое место. Не в каждом месте можно встретиться сам человек и Бог. Массив сердца как место встречи и Бога-человека проникывает не только христианскую, но и, соответственно, юридическую и мусульманскую миссию. Как говорил Теопан Затворник, через сердце человек уходит связь со всеми существующими. В восточно-христианской мистике всегда замечали представление о Боге и непосредственно связь с Богом, то есть мистическую связь. Он может быть проводней, он на пути духовного восхождения, только на определенном отрезке. Самая кондиционная же часть его грей Бога способна только чистое сердце. Цитата Девангелия, блаженному чистому сердцу и домоним Богу-де. Именно в сердце вливается благодать Божия, что делает его самым ценным и особо духовным сокровищем. Но поскольку сердце человека поддается любым воздействием как хорошим, так и любым, то, соответственно, бывает его воздействие на жизнь, в духовном и человеке. То есть чисто, так сказать, именно воздействие благотворно, помыдненно, страстяне, воздействие на человека другим. Соответственно, если мы будем в контексте транспонтологии, очень любят его обращаться, часто любил его родители, именно к химинологии, когда при пересадке сердца человек вдруг обретал совершенно несвойственные ему до пересадки сердца к качеству. То есть либо он становился более сильным, либо более жестоким. И отдельный случай вообще показывает, что человек повторял, рецепиент повторял жизнь донора. И так сердце обладает особой способностью к общению с Богом, молитвами. Также сердце может рассматриваться как летопись жизни человека. То есть все благодовидные поступки тела и души также будут оставлять отпечатки в сердце каждого отдельного человека. Таким образом, сердце является главным изотворением внутренней и духовной природы человека. Если с точки зрения психологии импрометно рассматривать как сознание, то сердце будет здесь отраживаться с как сознанием. Феотал в одном говорит о сердце как об единственном органе, у которого есть полная главная неправда в жизни. Таким образом, сердце в сердце центр внутренней жизни. Оно сосредотачивает в себе все духовные и душевные переживания человека, как положительные, так и прицелительные. Так же сердце, по мысли святых отцов, это сокровищность человека. Их один святого лица пишет об этом следующее. Сердце является вышеестественным центром. Поскольку вышеестественная благодать Божьего приемлем в сердце, чему мы находим подтверждение в священном писании. Так Господь говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. И апостол Павел послал Бога Сына своего сердца ваше. Таким образом, чистое сердце способно воспринимать непосредственно личное обращение Бога к человеку и принимать его без слов. Также подытожим сердце, это уровень интуитивного, мистического парня. И ответ, который способен отдать сердце Богу, это любовь. Посредством аскетической жизни по благодати Божьего сердца может очиститься от святых и водопетровности и достигнуть сердца. Реалистичный потенциал изучения духовных значений сердца в источнике христианской переборогии в контексте биоэкентичности можно свести к следующей. Во-первых, это диалог между верующим, сердцеобеспечивающим диалогом между верующим человеком и миром. Повторяю, это понимание проблемы кардиоцентризма помогает преодолеть научный инструкционизм, которого человек рассматривается как функционирующий, либо не функционирующий биологический организм. Телесные органы не могут и должны таким образом в контексте кардиоцентризма рассматриваться как биологический биоэкентичности. Метафизические концепции восточно-христианской антропологии оберегают устоявшуюся за тысячи лет целостное понимание человека как существа, сочетающегося в себе материальной и духовной природой. И это уникальное соединение происходит именно в человеческом теле. А значит, телесные органы не могут и не должны рассматриваться как биологические биоэктики. Значит, также являются вопросы телесной геотичности человека в контексте раскладного управления, то есть об особенности связи и синхронизации между ними. И может ли она быть нарушена, и может ли такая связь в одни кухи души с другими другого тела. Но эти вопросы, они требуют дальнейшего подробного рассмотрения. Данный проблематик будет показывать. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Коллеги, я очень фундаментально дам доклад, вопросы. Есть ли вопросы какие-то? У меня есть вопросы. Да, пожалуйста, Валерий Михайлович, слушайте. Скажите, пожалуйста, а как биологические органы становятся духовной связью, местной связи с Богом? Как биологическое превращается в духовную связь с Беларусью Сибовом? Да, как в биологическом Сибовом. Ну, вы знаете, это вопрос, наверное, только к самому Богу, честно. В рамках научного рассмотрения я точно не полноучного на это ответила. Здесь уже, наверное, каждый верующий рецепиент будет решать это сам, насколько его сердце по-прежнему открыто Богу, насколько он наполняет его теми или иными смыслами, но это уже действительно только фемиологический фактор может что-то здесь прояснить. А ваш научный интерес к этой теме в чем? Что-что? Ваш научный интерес к этой теме в чем? Что вы хотите узнать? Что я хочу узнать? Сфера развития биотехнологии сегодня представила для верующего человека огромное количество искушений. И эти искушения часто делают очень затруднительный диалог между верующим человеком и наукой. А часто даже невозможно. И в данном направлении очень сильно и очень много теряют не только верующие люди, но и научное знамя, которое, руководство с научным индукционизмом, совершенно закрывает свой взор, не знаю, свой научный интерес к проблеме, к проблеме религии, к проблеме метафизики, к проблеме регуляции религиозной нормы в жизни людей. А учитывая, что у нас не просто интерес к религии возродился, но и огромное количество людей сегодня идентифицирует себя с той или иной конфессией, то эта проблема для них очень актуальна. И, скажем, поднять тома различных писаний, научных доктрин и трудов просто верующий человек, пожалуй, не сможет. А вот прочесть статью и открыть для себя какие-то новые смыслы сможет как и ученый, медик, так и обычный убыватель, который просто подписан на какой-то научный ременал, и его просто находит в статью в интернете. И когда мы участвовали в Трансплантическом Конгрессе, люди, которые каждый день общаются с подобными верующими рецеплиентами и донорами, они подходили и говорили, вы знаете, это очень важная информация, вот Ольга Владимировна не даст соврать, пожалуйста, предоставьте доступ, потому что это позволяет нам лучше, это медики, медики-трансплантологи, позволяет нам лучше понять верующего рецеплиента и верующего донора. И это помогает нам быстрый диалог с родственниками умершего, то есть потенциального донора, также с родственниками и с самим рецеплиентом. Но я думаю, я ответила на ваш вопрос, если уж там что-то осталось, мы вам это отдельно задали. Да, спасибо. Спасибо большое, да. Есть еще какие-то вопросы, коллеги? Да, пожалуйста, Супер. Спасибо за такой интересный, очень подробный, исторический, философский обзор. Вот не совсем, наверное, прям тему вашего доклада, но просто из любопытства. Может быть, был какой-то личный опыт, или вы хоть и гранта, что-то такое наблюдали. Как, ну, собственно, верующих людей, да, ну, скажем так, достаточно продвинутых, для тех, кто имеет непосредственно работать в церкви, как они воспринимают данную проблематику, оказавшись непосредственно в больнице. для них это те два представления, которые, да, сердце, они соседствуют, или одно перекрывает другое, или вот, ну, как бы они понимают, что, ну, здесь не то место, чтобы об этом... Да, мне посчастливилось это период нескольких человек, как или иначе связанных с данной проблематикой. Это были родственники человека, умершего человека, но который потенциально мог стать донором. они были представителями, правда, мусульманской конференции. И, соответственно, я смогла каким-то образом, скажем, соприкоснуться с их представлениями, сопоставить их с религиозной датриной и понять, почему они были не готовы и не хотели согласиться на то, чтобы их, ну, органы их умершего родственника пересадить другому человеку. И, как бы, вот, если брать в расчет именно их религиозные убеждения, то их ответ становился очень понятным. Также я очень много читала интервью людей, которые прошли этот процесс. Сегодня, кстати, это можно свидетельствовать интервью, свидетельства, рассказы, рецептименты можно найти в интернете. Очень много наших соотечественников, которые, ну, как это много, ну, они есть, это уже не один, не два раз, а уже десятки, которые прошли данную проблему, они с удовольствием расстанавливают, что же они почувствуют. Многие говорили о том, что они почувствовали некую связь с кем-то, кого они не знают. Какую-то сентиментальность, желание познакомиться с родственниками. Вот одна женщина, я не помню ее, фамилию из Краснодара, она прям просто почувствовала невероятную близость к семье умершего. Она начала с ними общаться, благодарить, поддерживать связь. Но в данном случае она как бы восприняла подарить на ей сердце, как именно дар, как последний дар, последнюю волю, как милость, милость именно со стороны христианина. Ну вот это именно то, что я могу сказать о людях, которые прошли через пересадку сердца, и они были уверующими. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? У вас есть еще вопросы? Так, тогда мы переходим к следующему докладу. И я предоставляю слово Наталье Францевне-Ковке. Наталье Францевне, вы слушаете нас? Наверное, у нее со связи какие-то проблемы-то была. Тогда Валентин Михайлович вам предоставляем слово, а потом уже будем решать проблему со связи. Значит, тема доклада. Валентин Михайлович Князев, Уральский государственный университет. Тема доклада «Социальный конструкт биоидентичности». Пожалуйста. Так, ну, я могу засчитать, могу презентацию. Или у вас тут можно ввести презентацию? Можно, я думаю, да. Наверное, технических проблем не будет. Сейчас я попробую. Сейчас мы какая-то там еще презентация. Так, чтобы запустить презентацию, надо выбрать вот на этой панели третью кнопку слева. Так, ну, похоже, тут как бы у меня нет таких инструментов, как запустить. Давайте я так расскажу. Внизу там инструмент. Ну, давайте, смотрите, так вам проще. Там внизу инструмент, третья кнопка слева. Если вы помытьте мышкой, да, если... Так, 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 так. Это же тоже сейчас. Поводите мышку, увидите... Так, ну, давайте я так как-то озвучу. Значит, первый мой, так сказать, посыл, что биоидентичности входит в мир социальной, культурной динамики современной истории. Входит в мир в качестве больных людей с синдромом родной нового в качестве героев, пионеров, первопроходцев транс-муницистического проекта. 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 По изменению сестра биологической природы человека. Вхождение ферального, ферального, витально действующего углубития и врожденного безусловного инстинкта сущего бытия всегда сублинировалось силой безусловного инстинкта культуры по воле господствующим и социальным институтом вас. Бытие сущего человека наделялось атрибутивным свойством быть разумным через полное починение и донатию социальности. Биоидентичность это биоконструкт, концепт человека умелого хоббинус. Практически духовное сильное воле обводить природа в несколько родов рожденного сущего. Биологическая жизнь и в том числе. Короче, значит, биоидентичность идентичность это социальное понятие. именно социальность социальность дает дает идентичность то есть причастность к роду причастность к той или иной общественной функции место, роль человека в обществе. Поэтому вот собственно биоидентичность это как раз всегда синтез биологического и социального. Синтез биологическое и социального. Существуют лифтинги в обществе с помощью которых человек восходит на олимп социальной иерархии. Значит, есть различные так сказать лифтинги власть, образование, богатство, престиж, но есть и пятая ось ось инициации и ось инициации. Значит, для того, чтобы попасть на высшину власти и занятия особо эмигрованных положения в обществе необходимо необходимо трансформировать, стандемировать свой безусловный инстинкт и превратиться в существо социальное, соответствующее месту и воле, на которое он претендует. Поэтому вот эти два момента не взаимосвязаны. Для того, чтобы попасть на мир, необходимо затратить труд социализации, нужно провести духовное преображение человека, но и вот минимум социализации это единии, а далее взлет высокого духовного личностного ранга посредством сублимации аскезы духовного преображения. Когда биологическое, интурациональное не иное, не социальное, а технологически биологическое и трансперсонально биологическое образует, это и есть социально-культурный преоконструктор. Что такое сегодняшний человек? А это человек, который как раз изменен с точки зрения технологии, во-первых. Если вы посмотрите на работу врача-стоймолога, особенно там, где это мерное производство, то там пациент проходит за время операции, во время тестирования, во время операции и тут лечит весь коллектив. Не человек, не единственный врач, а целый коллектив. И эти люди, врачи, они встроены в технологический процесс. И их интенсиональность, интенсиональный акт их внимания, их чувственности, их разумения, их воли, он как раз совмещен с целесообразностью технологии, в которую они включили этот конкретный способ лечения. Все люди, находящиеся в современном обществе, они попадают под мощное облучение информационной, психологической обработки и они находятся что-то по информационно-экономическому обществу. Какую роль это играет человек, на сети? Он медил, он как раз медитирует, он находится в состоянии транса, в пространстве между смог и быт, что этот человек как раз он может воспринимать информацию, он может реагировать, реагировать, и если сеть, информационная сеть, она хорошо сортирует, оценивает ряд людей, она тогда неким образом живая, и она подлингрует, она просто подчиняет сеть, модифицирует человеческое поведение. Поэтому вот билосоциальный конструкт и конструирование, оно осуществляется, методология осуществления это когда ушло на энергетизм, это энергетизм, это энергетизм, подход, когда человеческий разум, он соединяется практически с разумом природы, с разумом природы, он входит в действительность, в объект, в предмет, изучение активно и субъектная координация, субъект, объект, респектная координация, она здесь призывает активный, рефлексивный характер взаимодействия. Отсюда и такие, скажем, эффекты, когда люди смогут слышать, чувствовать там левущие за 50 километров других китов, вот это, так сказать, активистская среда, среда, сейчас это один из модных, так сказать, экостепологических подходов, но в этом эффектно, здесь как раз вот входит в наше взаимодействие, взаимодействие с природой, нашей биологии, биологической взаимодействием с природой торгается методологией рационального полезна, национального полезна, и в том числе и методологии субъектов постмодерна. Что такое субъект постмодерна? Нет субъекта, есть только субъективность более интеллигентного мира, структурированная воля господствующей культуре власти, для которой ее разум дождейственная действительность, а действительность разумна. То есть вот фактически всегда в область власти в область кегеровской системы субъекта, единственная субъекта, субъекта. Но в современном мире, когда вопрос соотношения нормального и патологического, вопрос о том, можно ли представление нормы человека устанавливать измеряя и задания за патологического, это вопрос позиции наблюдателя, кто познаватель на высоту смотрит и оценивает факт патологии. В принципе, позиции истории уже известительные женщины три категории могут кастротворить процветные методологии. А если в позиции дистанциональной психологии ребенка, здоровьского старика, мужчины, женщины, трансгетры, смотреть, анализировать, понимать, прислите разуме семи святов света, перепреслите тьмы, тьмы жизни расселятся в прислении света. Светущее многообразие жизни превращается в пепел через однозначности несомненность и распределитель придет смерть и понятница на жизнь. В медицине, как известно, лучший пациент это труп и вопрос, как сказать, вопрос критерия, как сказать, контекст фигура и фон, то фигура хорошо видна как раз на фоне белая истра белого света жизни, она хорошо видна на темном экране. Поэтому вот такая методология имеет место быть и, если человек занимается методологией, он может оценивать и с позиции инфернального и витального. итак, сейчас, значит, сейчас характерная эпистема архитектора вселенной. Хома Сангин сначала все уподоблял, потом разделял, затем собрал систему. Что теперь с этим делать? Человек теперь хочет проверить мир себя и других. И тут видна взаимосвязь между некоторыми безосновой значит, весь процесс, культурный процесс замещен на знания, на гонок знаний, и на, значит, на психологическую власть от человека. Вызывая, что знания есть сила. Канта будет власть над собой других. И тут поэтому предполагает проходит через все, что есть три момента нашей ментальной деятельности. Это момент, так сказать, теоретического разума, это гносеология Канта, его агностицизм, это экономия чистого разума. Есть триатная система, когда эта интимония вбедривается. И канта науко-теоретического разума, он, значит, разум не высоко светит. Он не решает проблему, он не дает знаний реальности. Но практически разум, вы слышали доклад о том, что от духовной порыве, сердце, чистой сердцем, добрым зря. Это тринитарная проблема. А сам это главная проблема атеотическая проблема. И эротическое правление основную функцию, основной как свердивающей силой является так, и что он знает, как духовный порыв. Духовный порыв он тогда силен, когда он устремлен к абсолюту, как факт, устремлен трансцендентно. И трансцендентальный субъект, который отбойствует, когда он находится в нём в лесе, он ищет единство генетического и практического разума, когда выходим на трансцендентный абсолют, который стоит по ту сторону, тогда появляется новое качество. Новое качество. И это новое качество это ситуация невозможности. Невозможности. Ну как Кант говорит, не должно быть, не может быть, чтобы всё было невозможно. Мы же чувствуем свой потенциал, чувствуем свою воду, и поэтому эту воду усилить весновидительную веру, эту воду усилить геологическим срочетствованием мысли, эргитическим сознанием и эту воду усилить веру, вот решительностью решительностью несомненностью движения при не абсолютном. Но тогда возникает усиление силы. Когда комет попадает в притяжение солнца, она не выйдет из... она будет солнечной степени, она будет вращаться вокруг солнца. Если вы попадаете в притяжение абстракта, вы не выйдете, но абсолют это трансцендентно. Это не суммативное качество, это не единство многого, а это не единство многого, а это не суммативное качество единства, которое качественно иное, которое не есть закон многого, а есть именно твое качество. Ну, и вот среди с этим возникает вопрос, а как человеку это проникнуть? Ну, и для этого существует такой ход, как сказать, рационального коллизма, это введение такого понятия как субъект антологии. Возможно, новый тип объективности относящийся к субъекту, субъективная объективность. Это новый тип универсалии, разливаемый современной философией в форме феноменов, структур, экзистенциалов, архетипов и так далее. Какие универсалии и субъекты структур субъектных антологий, никого нового типа субъекта людей. Три экзистенциала субъектной антологии, положительные дел, которые могут быть описаны как множество совокуплений с положением дел. Это интересность, как часть предположения и общее положение дел. Это, во-первых, тело как множество предположения дел, во-вторых, способности непосредственно менять положение дел. Вдолье субъекта субъекты могут менять положение дел посредством изменения своего дела. Степень себя вытикает в положении, что множество различных положений дел, составляющих антологию данных, и субъект менять ранее. А так, что на каждое положение дел предусмотрена некоторая мера, своего рода интегральная мера благополучия субъекта в это положение дел. В пространстве субъектной антологии мы можем осознать натальность, как биоэдентичность, как право на естественную жизнь, а не искусственную жизнь. Мы только в проекте духовно-нравственных отношений к абсолютно. Поэтому самое не иное важнейшее категории теологии, апопатического благословия, умудренного незнания, они работают только когда человек не играет, а действительно предстоит быть процентным абсолютно. Таким образом вопрос по био идентичности он решается в зависимости зрелости субъекта. Из нас, как из материала, из материала биология, биологический статус человека, его телесность, она, когда человек входит в социальную действительность, она становится товаром, товаром, живая сила. Из нас можно все, что угодно делать, можно, так сказать, сделать легенера, можно ученого, можно сделать, ну, кого угодно. То есть, какие идеи, что мы нам требуем, есть спрос и будут предложения. Предложения обеспечить как раз те технологии, которые могут человеку дать функционал, дать ему место. Но если мы, так сказать, имеем противоядие против этого произвола, а именно свою субъектность, субъектную онкологию, тогда вопрос о его идентичности, но и вот этой о редукции, сведения, так сказать, духовного начала к биологическому началу, к химическому, к физическому началу, человек-машина, человек-функция, человек-вид уверен, человек-безумное существо, человек, который сделал грех, грех, безобразие, безобразие модой, стилем жизни. То есть, каким образом был вопрос о биоэклиничности и биоконструкторе, это вопрос позиции наблюдателя, позиции самого человека. Человек должен занять позицию. Четвертое измерение, измерение, когда появляется, если у нас есть присущностные силы, они работают в горизонте этого мира, то, когда уходит трансцендентное начало, оно четвертое измерение, и оно позволяет оценить и настроить наши сущностные вверхом направлении. Синхронизировать и выявить, так сказать, в нашей жизни географическую структу. А география это как раз мироподобие. Географическое мироподобие. Отсюда и аутофаленсис, отсюда и, так сказать, категория, история, где мы находим контакт с реальностью, это реальный жизненный год. И не только обстракции и так далее, но именно реальный жизненный год. На этом я подниму вопрос. Спасибо. У меня вопрос, Владимир Михайлович, а как Вы считаете, когда приобретается субъект, если тогда заканчивается человеком? То есть связан с болезнью или она неизменна на протяжении всего? Когда появляется и когда заканчивается? Граница есть. Значит, тут все просто по плодам их узнаете и их. Конечно, по результату результатом в данном случае субъектности является качественное изменение человеческого если Вы возьмете Платона, он с чего начинал? Он начинал с эднического сознания, с самого верха. Но для того, чтобы перейти вот этот пещерный человек, который смотрит без пещеры, он должен повести аскезу, он должен обуздать эра свой, починить эрес, вот это оющее сердце сделает своим инструментом. И тогда значит этот вопрос в принципе те, тестируемый, когда он узнает, когда он достигает успеха, когда он получает отклик, когда он получает, как сказать, изменения, именно качественные изменения своей человеческой природы. Прежде всего в сфере нравственности, духовный вон. Духовный. Нельзя делать собственное счастье и быть счастье другого. Ну вот как бы все это описано, описано, все это и есть, но другого дела, как в условиях денежной цивилизации не подпасть под ее власть. Вот вопрос кто сколько стоит, он висит над каждым человеком. И этот вопрос мы много раз решаем, так сказать, принципиально. Мы много раз решаем, как поступить честно и нечестно. То есть тестирование и тестирование оно тоже реальное. Это всегда вопрос пути. Срединного пути. Право плохо, влево плохо. Надо найти норму средину. А средина норма это соответствия. Но соответствие на уровне концентрации не только наши сущностные силы, так сказать, мастерство, но эти сущностные силы тоже надо доводить до определенного совершенствования. Тоже результативность. Если чувства, то они должны быть экстрасенсорными. Если разум, то он должен все-таки идти к истине, недовольствоваться полумерами и так далее, быть в притяжении вот этой абсолютной истины. Абсолютной истины. Объективная истина, да, это хороший, но принцип фальсификации, фаллигализма требует нам переоценить это, идти дальше. Значит, это углубленное незнание. Ну, и с точки зрения воли, с точки зрения воли здесь правит вам вот эта трансцендентность. А наша воля должна быть чуткой, понятной. Она должна вот как планета крутиться вокруг создания, так и мы должны крутиться. Хорошо. Спасибо большое, Валентин Михайлович. Коллеги, есть ли какие-то вопросы еще? Вопросов я не вижу. Тогда у нас время, к сожалению, ограничено. Наталья Францевна, видимо, не сможет, она пытается присоединиться, но ее система убрасывает. Вот, тогда мы передаем слово Софии Селбане Лаврентьевой, нашей сотруднице, темой доклада «Нарративно-денетичность в генетическом консультировании». Контрфактуальный нарратив перс, слово посеведу. Выглядит обычно так, если бы было бы А, то было бы С. То есть, если бы, например, я взяла консультирование, я бы не промыл. При этом важно понимать, что две составляющие контрфактуального высказывания, это антицидент, это основание и консеквент, должны быть связаны причинно-следственные связи, иначе высказывания не будут контрфактуальными. например, не будет контрфактуальными высказывания, если бы я вчера наделал тратный перчат, может быть, не пошел. Собственно говоря, почему вообще имеет смысл понимать генетическую контрфактуальному нарративу в рамках генетического консультирования. Не надо понимать такую особенность генетического консультирования, что когда мы говорим о наследственных заболеваниях, здесь часто бывают ситуации, когда не требуются смешательные вмешательства и какие-то 7-минутные решения, и когда достаточно большая ответственность за лечение, за свое здоровье ложится не на врача, а именно на пациента. Все зависит именно от его сознательности. Ну и в общем-то, да, как и сказал, генетическое заболевание требует полученное внимание на самих пациентов к себе и своему здоровью. И в таком случае мы можем использовать контрфактуальный нарратив как инструмент, который позволяет на конкретных примерах дать пациентам представление о том, каким будет течение болезни в случае принятия, иногда это каждодневное действие, тех или ных решений. И надо понимать, что существует кодиеметическое консультирование, контрфактуальный нарратив будет строиться исходя из неопределенности. То есть условно говоря, даже если выявлена тайная генетическая мутация, врач может не обладать достаточным знанием о заболевании, либо просто не сможет дать ответ, проявит для себя мутация, если проявит то как и так далее. И в таком случае именно как мне кажется помощью контрфактуалов можно будет выстроить понимание ценностей пациентов и их желаемого будущего в условиях такой неопределенности. При этом если опять-таки подойдем о взаимодействии врача и пациента в антоконетическом конфликтировании есть неоперосовности, которые надо затронуть, в первую очередь нужно понимать, что само по себе знание диагности хронического заболевания будет существенно сказываться на понимании человека на своей силу, потому что диагноз обозначает человеку перспективу, которую нужно не в силу изменить, и вот он оказывается в своем сюжете, в котором проживает данное пророчество. При этом рассчитанные наследственные риски могут приниматься как вторжение таких как бы закузненных, внешних, надличных сил, которым нельзя сопротивляться. Это состояние прикликается с описанным осенными ситуациями трагедии судьбы. И тут подобно персонажу античной трагедии, пациент, столкнувшийся со знанием наследственного заболевания, опять-таки, да, как бы происходит некоторая демитализация, и он оказывается в власти неотвратимых надличных сил. связанное с этим представление о судьбе также большой роль представление о судьбе и кровных узах. В общем-то, в ходе самого идентического консультирования вопрос о кровных связях затрагивается обычно в первую очередь врачу важно понять, ну, собственно говоря, откуда появилась мутация, кому она еще могла предаться, там часто устраиваются, рогасованные, чтобы уточнить все эти моменты. Ну, и, собственно говоря, все это больше вписывает, на мой взгляд, в воду громого родства. При этом надо понимать, что человек артикулирует родственные связи не абсолютно на лучшем способе, не так, как врач. В этом смысле мне кажется очень хороший такой пример такого несовпадения медицинского взгляда и такого пытового взгляда на наследственные заболевания приведен в исследование Андрополу Корленкову и Широкову, с которыми вы раньше участвовали в одном гранте. Они описывают ситуацию о новичных статьи, когда в ходе приема пациент основан на своем бытовом представлении о биологии наследования предполагает, что выявленная у него мутация пришла к ней от отца, при этом она аргументирует это их внешним сходством, я, вся по структуре, вся в эту папину порогу. В то время как врач, для которого в ходе консультации важно определить возможных родственников, которые могут иметь мутацию, указать заболеваниям, обычно никак не связаны друг с другом. И вот именно в этой статье авторы очень хорошо показывают, что вот это специальное выстраивание оппозиции между профессиональными и повседневными представлениями в сфере здоровья, вот это классическое разделение иммунезис, на самом деле затрудняет понимание врача и пациента, потому что обычно бытовые представления о родстве, да, они соседствуют и соотносится с той информацией о механизме передачи генетического заболевания, которые дают пациенту врач. И вот чтобы показать, да, некоторую противоположность, да, противостояние, возможность противостояния вот этим врачам, которые как бы лишают человека возможности совершить какой-то сделать вместоятельный выбор, решать индивидуальности, я бы хотела обратиться к понятию судьбы, о котором сформулированном, к понятию «Дня есть возможности», сформулированном Карпенко, философом, логиком в статье, посвященной модернию метафизике. Согласно его формировке понятия возможности он формулирует я начиная от Генштейна, который предал то, что мыслимо так и возможно, и Чаумерса, который говорил о связи между представимостью и возможности в рациональных корнях модальных концептов, он совершает эту линю рассуждения, опираясь на принцип изобильной лап-джои, говоря, что никакая подлинная паконница бытия не может оставаться неисполнившейся. То есть, условно говоря, благодаря транзитивности получается, что все, что мыслимо, то возможно, но что возможно, то реализуемо. И я хотела бы высветить эту юристическую ценность возможностей, о которой говорит Корпианко, не затрагивая каких-то антиологических сторонних размышлений, то есть, в самом деле, не буду говорить о многих мирах и так далее, но хотела бы показать, как такое понимание возможности может помочь преодолеть все эти ограничения о будущем, в том числе связанные с представлением о роде, судьбе, как определяющих факторов жизни человека. И мне кажется, это было бы хорошо сделать на примере казуса Анжелины Джоли и Павел Дмитриевич. Я, в общем-то, опираюсь на статью, которую вы и Сергей Мунишевич написали. Очень она, в общем-то, уже достаточно стальная, очень интересная. Если коротко, то Анжелия Анжели узнала после появления меммутации геномберсии, что для нее возможен 80-процентный риск развития рака молочной железы и 50-процентный риск развития рака яичника. И, чтобы избежать подобного, она прибегла к пропиолактической броневой мастектонии и двусторонней лапароскопии яичников. При этом, если мы не берем внимание саму возможность возникновения заболевания, то, в общем-то, мы понимаем, что человек, будучи абсолютно здоровым, совершает операцию, не имея никакого тяжелого диагноза. При этом, что интересно, она опиралась, в том числе, когда обосновывалась ее выбор, она осыгралась на истории матери и бабушки, которые за раком мировали достаточно рано. И, как бы, мы тут видим, с одной стороны, что вроде бы это некоторая такая победа развитие матрики 4П медицины, как-то предикция, превентивность и так далее и прочее позволяет персонализировать выбор пациента. Но, с другой стороны, если мы обратимся к принципу полноты лапчоя, о котором я говорила раньше, что все, что возможно, может быть реализуемо, то надо понимать, что в той схеме, о которой говорила Анжелина Джоле, абсолютно была исключена возможность того, что рак не появится. И, собственно говоря, именно благодаря вот такой металлогической опоренопринцип возможности можно было бы сделать более разочленную такую больше вето контрфактуальной норративы. условно говоря, ей также могли предложить такие варианты, как, условно говоря, что она, я думаю, могла себе подволить, постоянные осмотры у врачей и так далее и тому подобное. То есть, если что, болезнь может, условно говоря, начать лечиться в самой ранней стадии, но при этом именно в этом сценарии мы не случаем той возможности, что болезнь даже и не проявится. И, ну, собственно, я думаю, таких сценариев еще может быть несколько, но очень важно, что говоря, что все, что возможно, то реализуемо, таким образом мы избегаем создания некоторых однотипных сценариев, которые предлагаются как наилучшие и единственные. Ну, наверное, совсем коротко, да, когда мы говорим об этом принципе, мы должны также учитывать, как, в общем-то, пациент выстраивает картину себя будущего, на какие опорные точки, он, нужно понимать, да, на что в его вопросах и сомнениях стоит обратить внимание. И для того, чтобы раскрыть механизм подструирования будущего пациента при помощи контрфактуальных фактов, я, так, не совсем то, я, наверное, обращусь, да, к понятию нарочной инициативности. Исходя из характеристик, заданных пациентом для себя будущего, врачи будут устраивать свой контрфактуальный нарочистик. И при этом ему нужно выделить поискование пациента то, что мы можем обозначить в рамках термина необходимые свойства. Этот термин был сформулирован кармаком, но, да, ну, здесь я его применяю как, в том смысле, как его используют имбертей, то есть, чтобы обозначить центральные качества предметов или персонажей поискования, которые позволяют узнавать их на протяжении раскара. И выделение этих необходимых слоев должно стать тем временем коммуникация, благодаря которому врач сможет дополнить артабиографический врач пациента и сможет больше ориентироваться на представление будущего. И, как мне кажется, да, тут будет более удачный нарративный подход к идентичности в первой интерпретации, которой придерживался Деннет. Деннет считал, что нужно ориентироваться именно на умилляющиеся личности определенных свойств и именно меняющийся рассказ о себе и будет являться тем способом, которым личность определяется на себе и останавливает свою идентичность. Ну и, собственно, я коротко суммирую, все, что было сказано ранее. Когда мы говорим о принятии решениях усовек неопределенности, и это касается генетического консультирования, одним из основных препятствий является удовлетворение мышления, которые могут возникнуть, если не предприняется попытка рассмотреть больше одного вероятного сценария. И, хотя сама по себе установка селогожная, которая говорила, она, с одной стороны, кажется, чрезмерной, с другой стороны, наверное, не будет идеальным инструментом для ответов на вопросы о неопределенном будущем, но все же она может стать методологическим ориентированием, который позволит испражать употребление одним предпочтительным простым сценарием. и что касается выстраивания будущего пациента в рамках биографического интерактива, то, о чем пациент спрашивает в интерконфитуальном высказании, должно стать помогательным инструментом для выделения важных характеристик идентичности касающихся будущего, прошлого и насущных проблем пациента. Ориентируясь на представление личности пациента врач в свою очередь уточняет его цели, обозначает средства его достижения и благодаря контрфектуальному нарративу врач может достроить диагностический нарратив пациента и сделать его более целостным. При этом контрфектуальность позволит учить именно гипотетический характер высказывания. При этом гипотетичность будет касаться не только самих характеристик генетического заболевания, но также и того, что самознание заболеваний или ценност установки пациента могут применяться в ходе лечения. Вот все. Спасибо большое, София. Есть вопрос? Да, у меня есть. У меня еще. А, у меня. Да, ну вот сейчас Роман первый, да, тогда вы выйдите. Пожалуйста. София, спасибо большое. София, спасибо большое за доклад. У меня вот вопрос такой вот, когда связан с проблемой целостности личности. Вот бывают такие сюжеты, когда личность не одна, а их несколько. и они вполне себе так сказать целостные одна другая. Причем эти люди, у которых эти личности возникают, одна, другая, третья, они вообще говоря просто адаптируются таким образом. И эти личности они там живут, беседуют. Вот это конечно патология, но вообще говоря в жизни люди тоже частенько в руку. И если там скажем врач моделирует, моделирует и заканчивает одну личность, она может вообще абсолютно никак не соответствовать реальности. Вот что как вообще говоря отличить настоящий нарратив от ненастоящих. Вообще это возможно сделать на уровне нарратива. Потому что человек нарцисс и просто рассказывает историю или болезненную самуру. Я поняла. Я поняла. Я поняла. Вопрос очень интересный. Потому что да, у меня реального рецепта к тому как отличить реальные нарративы реального человека от нереального нету. Но между тем надо понимать что когда мы говорим о каких-то свойствах человека они могут меняться в ходе одного разговора от одного разговора к другому скажем так. Есть какая-то документируется например. Может быть нарратив вообще документируется или нет? Нет я не говорила о документировании я скорее говорила о живом общении. То есть для меня было важно понять какие опорные точки нужно взять врач когда мы говорим о будущем пациента при этом находимся в рамках неопределенности когда врач не может дать пациенту несколько дотов в сценариях и поэтому те решения которые принимает пациент они оказываются зачастую для него судьбоносными и решающими и при этом не знают как может быть то или иное решение наукнется тут все что я могу сказать что наверное то что то о чем вы меня спросили для меня главно переходит с первой ответственности то есть условно говоря все зависит от того если пациент не готов говорить открыто с врачом значит как говорится это под его ответственность если врач допустим направлен на то чтобы помочь ему принять какое-то решение а пациент рассказывает ему историю о другом человеке условно говоря а не о себе ну условно говоря он выдумывает у него сейчас такое настроение он выдумывает он выдумывает а не пожелает он не выдумывает он реально я поняла но к сожалению вот тут я честно скажу я понимаю отличный вот этот ваш момент про то что человек может сегодня быть в одном даже настроении завтра в другом сегодня это решение правильно завтра другое и тут опять-таки повторюсь для меня это все возбудет ответственности почти юридической то есть он принял такое решение и он примерно представлял ну и середически опять какой-то документ может вот вот про документы я не знаю но это интересно да действительно мне просто хочется об этом мысли скажем так юридических терминов про документы я не буду спасибо спасибо мне очень понравился ваш доклад у меня такой вопрос случайность она не случается она стыкономерно и жизнь действительно детерминирована человека и судьба существует существует но она как детерминирована детерминирована в начале, там как раз генетическая программа работы, но она дотерминирована и с точки зрения будущего, с точки зрения того, что человек имеет антологическое имя, личность, личность как ипостась абсолютного начала. И в этом плане то, что вы говорили там, нарратив возможного, нарратив возможного развертывается, когда по отношению к личностному началу, к личностному началу. А вот обращение к началу генетическому, оно, ну, при нынешней, как сказать, при нынешней генетике, при том, что эта генетика еще недостаточно точна, но она обладает такой редакционистской. Что значит рецистемный ген? Что значит на старте я уже не имею никаких возможностей. И поэтому вот это есть редукция. Тогда как с точки зрения личностного начала возможности, я могу его актуализировать, там возникает, там возникает, там человек становится борцом за свое здоровье, и там его потенциал вырастает, духовный, именно духовный потенциал. а здесь значит вот редакционизм. И вот вы не случайно там Денету процитировали, с его физикализмом и так далее. Вот и это у меня один вопрос, ну, я так, ну, как бы, мое понимание, значит, вы мне дали одну возможности как бы с этим. Я в связи с чем вопрос-то возник. Не знаю, как у вас в Москве, а у нас в Викторинбурге, значит, проводят психологическое тестирование. Вот я должен первых денег на это тестирование. И они спрашивают следующий вопрос, задают первый вопрос. Кто твои родители? А не были алкоголины? Второй вопрос. В вашей семье были психи? Были пациенты психологических? Третий вопрос. Когда у вас был, так сказать, первый сексуальный контакт? Четвертый вопрос. Анамнез, когда вас какие болезни лечили и так далее. То есть, вот это какая-то не знаю, бандитская какая-то психиатрия, и она легальная как НГВД, вот раз подспрашивают, общаетесь либо с духами, и так далее. Очень интересно на самом деле, я бы с вами сейчас очень интересно вы не принадлежите к этим консультантам психотерапевтам? Не лечили это консультантам. Что я? Не лечили консультантам психотерапевтам. Я? Нет. Ну я хочу понять, кто это легитимность дает таким тестам? Бандир Михайлович, а кто проводит это все? интересно. Докатите ли до нас это или на регионах опробируете? Так почему опробирует на профессорах, на доцентах? Нет, просто очень интересно. Законно, насколько это законно. Я выражу этот слышать. Вот вопрос такой. Ну вот я в принципе вопрос у вас нет комментариев, да? Я думаю, вы более информировали эту полную неожиданность, что вообще такое происходит. Насколько это легитимно, тоже большой вопрос. Мы не сталкивались с таким еще такая геометрическая проблема, которая отдельного обсуждения требует. Насколько действительно легитимно это поле нужно проверять. То есть где от запросов соответствующей инстанции, на каком основании это проводится. И кто будет распоряжаться полученной информацией. Для каких целей она собирается. И есть возможность вообще отказа предоставлять эту информацию, потому что это на самом деле отказ должен быть. Он должен добровольный согласен сбор информации. Нет, что я откажусь от этих вопросов, но сам факт, что ты стерили. Понятно. Тут значит да, как-то хорошо, что вы знаете о своем праве на отказ. Не все об этом знают, к сожалению. У нас к сожалению коллеге очень мало времени, поэтому я еще маленький вопрос хотела задать. Совсем маленький. Вот по поводу логики возможности София, не кажется ли тебе, что вот случай с инжериной джали, в общем-то она принимает возможности, может быть даже логики судьбы, но в таком случае отрезая грудь, не оказывается ли она в ситуации, что чтобы она не делала, все равно все, что должно произойти, произойдет. То есть она не получит рак, она получит кирпичок пугается. Ну то есть особенно говоря, это имеюще в виду, что операция насчет никого не лучше. Да, то есть просто появятся другие факторы, которые способствуют ее уничтожить, и приятел логику судьбы. Нет, вообще да, я согласна в этом смысле. Понимаешь, тут логика ее индивидуальной судьбы. Я не знаю, мне просто показалось, все время, когда речь идет о генетике, может быть, это неправильная личная субъективная мнение, люди больше думают действительно, а вот это значит не на роду написано, это не мне лично, это потому что у меня мама, папа, дядя, тетя и так далее. То, о чем ты говоришь, это скорее то, что произошло в ее личном выборе. Как видишь, ей было в общем просто, и она не задумываясь, посмотрев на историю своей семьи, сказала, это решение единственное правило. Если бы я не приемлем и актуальное высказывание у Сонбрия, если бы я не сделала операцию, я бы умерла как мало. Понятно, Сензад такой, отдалой какой-то. Ну, это на самом деле очень клипкая и очень такой личная ситуация. Нет, просто интересно, объяснительная модель, какая она была в античности, объяснительная модель судьбы и объяснительная модель судьбы и сейчас генетически интерминирована. Это тоже отдельная тема, к сожалению, интересная. Павелыч, у вас нет вопросов вашей аспиранты? Нет ли тогда? Мы вынесли проект. Да, коллеги, тогда я предоставляю слово Сергею Викторовичу Попову, дипломатическая академия медстудент, пациентской средарности, альтернативные источники получения знаний. Мы вместе работали по гранту, не говоря уже о том, что он носит. Есть микрофон или так? Нет, так. В недавней статье мы с Ольгой Владимировной разбирали такую особенность, такую проблематику, как формирование знаний в сфере заболеваний, в том числе редких, непрофессионалами. И в частности в данной статье был уменьшен ряд тенденций, существующих в этой сфере. И среди этих тенденций интересно представлять такая тенденция, что непрофессионалы стремятся создавать альтернативные источники получения знаний, благодаря которым они могут, не в конфликтуе с традиционными источниками, ну, как-то обходить, получать новые знания, дополнять существующие научные знания. И в своем докладе я бы хотел именно рассмотреть эти альтернативные источники знаний, которые во многом способствуют росту медицинских знаний, и способствуют возникновению эффекта профанной экспертизы, когда заслоняются или вытесняются формы научного знания. И сразу ремарк, почему называю альтернативные источники, что альтернативные к чему и что понимается под традиционными источниками. То есть под альтернативным источником знания понимаются любые источники информации не связаны напрямую с получением врачебных консультаций. То есть это может быть например когда пациент или не пациент прочитал какую-нибудь даже научную статью и самостоятельно проанализировал ее и сделал какие-то для себя выводы. То есть не консультировался дополнительно со специалистами, не идя к врачу, решил как лечить свое заболевание или делать что-то подобное. Ну то есть и соответственно в связи с этим актуализируется как проблема отношения различных форм соотношения различных форм солидарности как экспертных которые исходят из мира науки так и квази-экспертных которые имеют больше отношения к знаниям пациентов их опыту опыт близких и других заинтересованных лиц. Так альтернативные источники позволяют корректировать сложившиеся научные представления и расширять пространство для объективной активности и индивидуального преодоления страданий. И особая значение имеют именно альтернативные источники в сфере интернета так как интернет это один из наиболее доступных способов коммуникации и вообще наверное один из наиболее быстрых способов передачи информации если не самый быстрый то есть он обеспечивает возможность бесплатного информатирования получения психологической поддержки совместного поиска методов лечения обмена опытом и при этом экспертная оценка какого-то специалиста в интернете может дополняться знаниям профанных специалистов ну просто людей которые не имеют специальных знаний и при этом их дополнения могут оказаться не менее релевантными чем знания специалиста ну начнем с того почему вообще пациенты и не пациенты прибегают к использованию их альтернативных источников так можно выделить несколько основных причин ну во-первых это связано с тем что происходит переоценка научного знания и часто фиксируется его недостаточность у меня чуть позже в докладе будет это проиллюстрировано примером я бы сосредоточился на других причинах соответственно другие личины это равнодушие медицины где господствуют ориентация на личный успех исследователя недостаточность общими рекомендациями врачей возможность доступа к широкому пусту информации о своем здоровье возможность разделить персональную ответственность за свое здоровье с многочисленными консультантами из сети и тысячами пользователей а также смысловая нагруженность диагноза то есть из-за этих из-за ряда этих причин пациенты и не пациенты вместо того чтобы пойти к доктору могут предпочесть как-то расширить свой круг знаний благодаря альтернативным источникам так например онкопсихолог Шаман Сурова рассматривая отечественной интернет-группы пациентов с онкологией отмечают что при постановке онкологического диагноза пациент ощущает необъделенность и травму скорее от смысловой нагруженности диагноза а не реального лечения то есть на пациентов оказывается давление и из-за этого давления они могут не идти к доктору не начинать лечения так например именно с этим связан эффект страуса то есть ситуация когда пациент склонен избегать информации которая вызывает неприязнь и стресс но которая при этом может быть полезным благодаря этому же эффекту страуса пациент может предпочесть посчитать что-то в интернете или спросить что-то у какой-нибудь группы а не пойти к доктору и так старший научный сотрудник института премиативных нейронов отмечает что эффект страуса может в частности сказываться на снижении частоты профилактического тестирования из-за боязни плохого диагноза то есть некоторые пациенты стараются спрятаться от негативной информации которая связана с их диагнозом и стремятся окружить себя позитивной информацией которая может быть как безобидной так и уверенно что тоже немного пользы проиллюстрированы еще любопытно и то какое воздействие информация оказывает на пациентов и не пациентов так психологи Лин Кэшер и Дэвид Болшлин одни из первых еще в 1977 году описали воздействие повторяющейся информации на человеческое восприятие то есть чем чаще человек видит какую-либо информацию тем больше он понимает ее за достоверным и особенно это актуально для тех людей которые у которых нет необходимого опыта для определения достоверности каких-либо фактов ну то есть например это люди пациенты которые впервые сталкиваются с диагнозом и это представляет достаточно большую проблему в связи с тем что существуют группы ну например чуть дальше будет представлена группа даже группа сообщества в контакте которая предполагает лечить рак посредством сыроедения и удержать что благодаря сыроедению от рака можно излечиться за буквально за несколько месяцев и нет ничего излечимого все очень просто и логично с точки зрения то есть чем больше такой недостоверной может ненаучной информации будет встречаться тем большая вероятность того что пациенты прибегнут к неправильному лечению и при этом это относится к пациентам у которых нет опыта лечения болезни как например пациенты которые впервые столкнулись зеленцем но и как отмечает психолог из файсо из ландельбинского университета даже те люди которые имеют представление о неком инфаркте начинают считать более достоверным не совпадающим с этим знанием обсуждения если оно повторяется то есть даже пациенты с опытом если часто будут видеть какое-то сталкивается с сознанием которое противоречит их опыту они могут больше им доверять и склоняться даже в своем лечении к использованию этой информации и этого факта теперь же не более подробно про интернет в качестве пространства где пациенты делятся собственным опытом собирают информацию заболеваний врачей медицинские учреждения организуют тактики встречи ищут поддержку именно эти подробности подмечает психолог Канила Шамансурова и в частности для онкологии существуют ряд черт таких как стихильность организации отсутствие четких притерий оценки публикованной информации полярность мнений о лечении медицинской системе медицинских работников и способах помощи негативизации и позитивизации образа онкологического заболевания и сейчас уже непосредственно к способам получения информации хотелось бы перейти то есть так условно разделили группы или сообщества может организация лучше подойдет людей где они обмениваются информацией между собой и соответственно эти организации являются источником тех самых альтернативных знаний то есть в зависимости от масштаба условно разделили на крупные средние и малые организации и при этом разделение основывается не только на количестве людей но и на ряды важных факторов так например крупные организации юридически зарегистрированы в крупных организациях взаимодействие человека в большей степени происходит с организацией и в меньшей степени с людьми в среднем активное взаимодействие и с организацией и с ее членами а в малой взаимодействие непосредственно между каждым членом при этом различается и формализация деятельности и группы с организацией хотела бы привести пример что именно понимается например под крупные организации так я относился к им достаточно известный сайт PatientsLikeMe который позволяет найти людей с таким же диагнозом для достижения общей цели здравления то есть если зайти на тот же сайт можно увидеть что это официально ну юридически зависит юридцом да и осуществляющие широкомасштабные деятельности что благодаря этому можно отнести крупные и хоть там и публикуются основные на пациентском опыте информация то есть люди делятся своим опытом нахождения болезни но люди публикуют ее именно непосредственно загружая на сайт а через модераторов или каких-то администраторов то есть какая-то степень цензурирования степень формализации то есть это нужно сделать в определённом виде нельзя просто накидать текст и загрузить вот ну то есть опять же на сайте можно найти полезные советы о том как справиться с болезнью люди поддерживают друг друга оказывают помощь дают ментально-психологическую форму как в одной большой семье и также данная организация осуществляет поддержку клинических испытаний и организация исследовательское сотрудничество теперь по средней организации к средним организациям больше относятся группы в соцсетях и мессенджерах включеными темами которых становятся информация о диагнозе лечения и лекарствах получение консультации врача уточнение симптомов сбор средств поиск пациентов с подобным заболеванием акции марафоны и волонтерские мероприятия так на примере эти особенности можно рассмотреть на примере двух групп которые я здесь выделю на это сообщество обычное ВКонтакте ну первое сообщество это рак из лечим которые осуществляют одновременно просветительскую деятельность с помощью распространения проходимых в онкологической сфере исследования а также позволяет делиться членам сообщества опытом то есть они самостоятельно публикуют с минимальным каким-то корректированием то есть небольшая формализация деятельности а также люди организуются на специальных мероприятиях участвуют вместе в ярмарках в том числе осуществляют совместные выходы то есть более сплоченное сообщество больше личностных взаимосвязей чем скажем в крупных организациях ну и пример для другого сообщества которое распространяет сомнительную недостоверную информацию это рак излечен на любой степени его развития оно перестало делать новую публикацию еще в 2012 году но старые все еще доступны и это тоже может представлять угрозу дезинформирования администраторы данного сообщества отставили возможности чудесного и быстрого излечения от рака за пару месяцев по сельскому сыроедению а также публиковали информацию пропагандистского характера и подобные информации может навредить пациентам которые надеются на быстрое выздоровление без значительных усилий но и наибольший интерес представляют малые организации такие как группы мессенджеров где люди взаимодействуют друг с другом напрямую и общение носит более узконаправленный характер то есть степень формализации в данном случае уже минимальная и личностные отношения наоборот максимальные так в своей работе посвящённой группам самопомощи родителей новорождённых с позитивными стрельными тестами то есть страдающими генетическими заболеваниями Эбит Расс и его САРТ раскрыли особенности взаимодействия и функционирования данных групп на примере групп пацанов так благодаря статье взаимности и совещательной демократии то есть характеристикам которые авторы предписывают в САРТ пациенты и связанные с ними люди получают возможность делиться опытом лечения когда врачи оказываются бессильными так РАС из авторов приводят слова родителей девочки с редким заболеванием и цинозом подчеркивая особую релевантность полученной пациентской группе информации цитирую в больнице не знают как лечить болезнь я связался с семьей с зачем они добавили меня в группу ватсап мы делимся рецептами а если не хватает средств помогаем друг другу я например застрял вирусове без еды когда у них обнаружили болезнь я проехал около двух часов и перевез ему две коробки и зип гэс сделал самое то что ему врач не исследовал даже в этой цитате уже отражено что члены группы непосредственно взаимодействуют друг с другом то есть это не как более крупной организации ну крупного типа где можно просто почитать какое-то исследование закрыть его и двигаться дальше тут если пишут что кому-то нужна помощь фактически нужно сразу же реагировать большая степень увлеченности людей такое можно отметить и туризируется еще и значимость подобной группы в связи с тем что многие родители разочаровываются из-за того что они считают отсутствием врачей с нами о последневном уходе за ребенком с положительным результатом генетического теста опять же приборную цитату например сначала мы дали ему неправильный солевой раствор я не знал кого спросить только в двухмесячном возрасте мы нашли группу и мне сказали что я могу давать ему 50 раз меньше соли это был очень напряженный этап потому что нас выписали с ограниченным количеством кортизона из больницы нет сначала с родителями в моем состоянии я не контактировал ни один из врачей не направил мне никакую ассоциацию пациентов с того момента как я нашел их и на своих других родителей они мне очень помогли то есть родители в группах ватсапа в данном случае смогли сделать то что им смогли сделать врачи они предоставили знания поделились своим опытом лечения определенной болезни и в результате например участник смог давать 50 раз меньше соли в солевом растворе ну то есть изменить способ лечения опираясь не на какие-то традиционные знания не на то что ему доктор об этом сказал а посредством использования опыта ближайших заполненных ну людей которые становятся может ближе как родственники даже учитывая тесные взаимоотношения и в качестве вывода хотелось бы отметить что альтернативные источники получения информации приобретают особую значимость в контексте всеобщей цифровизации да возникает эффект диффузии биомедицинского знания и данные источники обеспечивают помимо всего хорошего национальную поддержку в условиях инсистенциальной неопределенности а на этом все спасибо большое пожалуйста коллеги вопрос у меня вопрос а можете вы сформулировать начало чего вас дергало начинаете чего вы утверждаете и к чему и к чему поехали ну соответственно что я утверждаю я утверждаю и и далее как бы где-то в середине подразделяю эти источники в особенности в интернете на определенного вида организации которые можно по различным характеристикам разделять но главная характеристика это их масштаб то есть количество участников но при этом они разделяются не только по количеству участников но и по по их юридической зарегистрированности и по ряду других характеристик и далее я каждый из этих видов организации примерно расписываю что в них какие у них особенности и как люди в них взаимодействуют и делаю вывод о том что альтернативные источники получения информации приобретают особую значимость и позволяют дополнять знания ну то есть вывод скорее похож на то что говорилось вначале просто как обобщить и еще раз сказать мне нравится спасибо спасибо ну я еще дополню что у нас выйдет статья уже и я надеюсь человек будет существовать дальше совместная часть информации там представлена а часть информации которую Сергей недавно добавил мы решили сделать еще одну статью вот это будет точно уже в следующем году вот есть ли еще какие то вопросы у меня есть предложение просто объявить в пуповину в пуповину да там Сережа должен начать новую но он серьезный он очень серьезный студент нет ну это очень серьезный студент с хорошими наушниками пуповину отрежем ну может быть да пуповину сначала совместно стать например пуповину отрежем пускай да существует он такой сильный и не надо ему написать он сильный мальчик да я не спорю я думаю он не первый не последний раз выступает еще придет с новыми темами он занимается японским языковой японистикой может быть на тему японской любви да больше вопросов нет да тогда я предоставляю слово самой себе я не знаю поясе да так слово предоставляется Ольге Владимировне Поповой айсус философия да название доклада генетика и проблема справедливости я конечно постараюсь сократить но не очень уверена что это получится но начиная с того что в общем-то эта тема я оставалась совсем недавно в рамках вот именно в таком генетическом контексте понятно что эта тема которая прекрасно рассмотрена в рамках различных шинетических учений она имеет различные коннотации связанные с пониманием справедливости в связи с функцией воздаяния в связи с ее равнительными свойствами в связи с ее распределительным характером вот мне интересен как раз генетический аспект и опираться я буду на ряд концепций прежде всего зарубежных которые которые как раз тематизируют эту специфику генетическую и с другой стороны которые могут быть использованы для того чтобы тематизировать ее в нашем контексте но прежде всего конечно я буду опираться на идеи Джона Роулса используя также идеи Поля Рикюра и еще ряд философов и философских идей тоже будут мною задействованы они явно но позже ну во-первых конечно я буду опираться на понятие базовой структуры общества которую можно рассмотреть как взаимодействие между основными общественными институтами в единой системе это понятие базовой структуры общества которое активно развивал Джон Роулс и в общем то с ней связано назначение основных прав и обязанностей и распределение привилегий и нагрузок которые вытекают из социальной кооперации когда мы говорим о теории Джона Роулса то мы говорим о справедливости которая носит прежде всего надоиндивидуальный и надоинституциональный характер то есть это характер универсальный и благодаря своей универсальности нейтрализует существующую вот эту нейтерогенность благ которая характеризует то или иное сообщество существование того или иного сообщества и в этом отношении в этой своей универсальности в этой своей надобинституциональности идеи Роулс они противоположны положено, например, философским идеям Олдсера, для которого как раз было характерно взять различные концепции справедливости и рассмотреть их применительно именно к отдельным сферам жизни общества, то есть рассмотреть их конкретизацию в разных частных аспектах и показать, что нет справедливости, как нет и универсальной категории, что она всегда спотыкается в этот частный контекст, что у нас всегда культура специфична, что у нас всегда контингентна, что она всегда связана с какими-то локальными сообществами. И, в общем-то, понятно, что как раз развитие генетических технологий, оно тоже может рассматриваться и в универсальном контексте, потому что этими технологиями охвачены все, и с другой стороны в локальном контингентном контексте. Почему? Потому что эти технологии в первую очередь захватывают определенные группы, группы тяжелобольных, группы орфанных пациентов, именно с ними проводится зачастую чаще всего диагностика, и именно на них, возможно, в будущем будут прежде всего направлены усилия биомедицины с целью, например, редактирования генома. Но это тоже отдельный вопрос для обсуждения. Кроме того, что меня интересует, то, что проблема, огромная проблема является проблема с любилой использования достижений генетики. И здесь как раз речь идет о том, должны ли мы терпеть естественное неравенство. То есть, что такое естественное неравенство? Зачастую естественное неравенство сейчас понимается как вот те данные, генетические данные, персональные геномы человеческие. Это объект, на который как раз, во мнении многих исследователей, и должна быть направлена теория справедливости. И, в общем-то, здесь как раз возникает этот объект в связи с развитием наук о жизни, который создает в обозримом будущем прецедент появления возможностей устранения генетического неравенства. Ну, каким путем? Например, с помощью генотерапии, или с помощью дженерин-соматических клеток, или с помощью редактирования зародышевой линии человека. Понятно, что многие из этих технологий еще нелегитивны или легитивны частично. Это все происходит зачастую на экспериментальном уровне, но, тем не менее, мы как бы находимся, и в данном докладе, наверное, я скорее буду находиться в такой гипотетической ситуации, когда уже все разрешено. И поэтому буду отталкиваться от рассуждений, которые как бы будут показывать ситуацию, как если бы она уже состоялась, как если бы уже генетический редактир не осуществлялся в таком массовом применении. Так вот, когда мы говорим, например, о рентимации дактивного генома, то здесь концепция справедливого распределения уже начинает затрагивать не только социальные первичные блага, если мы вспомним Джона Роза, то он говорил о том, что должно быть справедливое распределение именно этих благ, то есть должен быть справедливый доступ к доходу, к образованию, к услугам здравоохранения, ну и мы должны уже говорить о справедливом распределении естественных личных благ. То есть важным становится вопрос о том, как при наличии биотехнологических возможностей не только избавиться или снизить заболеваемость человеческой популяции, но обеспечить уже ранее когнитивные возможности у людей, как активизировать физические способности и так далее и тому подобное. То есть речь идет о выходе за пределы человеческой нормы, о дотягивании слабо разных человеческих качеств, когда речь идет о низких когнитивных способностях и физической слабости до определенной нормы. То есть речь идет о вот этой странной такой и не совсем приемлемой с этической точки зрения перфекционистской линии в биомедицине, когда из человека хотят сделать сверхчеловека. И в этом плане в своем радикальном выражении генетической технологии как раз направлено на устранение самого факта генетической элтерии, то есть на устранение самого вот этого вот несчастья, связанного с естественным распределением первичных благ, с распределением, которое осуществляет природа, на устранение этой генетической элтерии и на переход от случайности к вопросам выбора. Здесь я опираюсь на Бьюгена, Брока и Нормана, на их, в общем-то, работы. И тогда в то же время, если мы вот таким образом ставим этот вопрос, то одновременно вопрос о распределении вот этих естественных первичных благ, когда мы начинаем ставить себя на место природы и начинаем вместо нее распределять, фактически таким же образом, как мы ранее распределяли социальные блага, то есть предоставляя доступ к доходу, образованию или услугам здравоохранения, когда мы вмешиваемся вот на этот уровень естественных первичных благ, то мы одновременно ставим вопрос о вообще границах контроля нашего, социального контроля этого распределения и об особой какой-то биополитической стратегии, которая могла бы гарантировать вообще справедливый характер этого процесса. Вот. И тут же, конечно же, возникает ряд вопросов. Кого мы должны редактировать, представители какой группы мы должны редактировать, возможно ли в целом обеспечить генетическую справедливость, вообще должна ли считаться группа людей или даже один человек наиболее ущемленный в генетическом отношении, ну, например, когда у представителей этой группы или у этого человека являются какие-то выраженные когнитивные нарушения, вот должна ли эта группа быть объектом этого редактирования в первую очередь, или мы должны в первую очередь редактировать людей с определенными физическими недостатками, например, с слепотой и глухотой. Еще раз повторюсь, что я вот сейчас в данный момент я не оцениваю сам процесс, не саму технологию редактирования генома человека с технической точки зрения. Для меня вообще эта технология не совсем приемлема. Но я говорю, что вот если мы возьмем гипотетическое общество, в котором это все уже сложилось, то вот возникает вот эта вот группа целых проблем и вопросов, где начинается выбор тех подгрупп, которые будут в первую очередь, скорее всего, подвержены этому редактированию. И здесь возникает поиск наиболее ущемленных людей, которые, скорее всего, будут подвергнуты редактированию. Ну, в общем-то, здесь много чего может предложить философия, и уже в западной традиции сложились некоторые ответы. Ну вот, например, Форелли вводит в контексте осмысления проблемы справедливости в рамках развивающихся генетических исследований принцип генетических различий. Что это за принципы? Согласно этому принципу, неравенство в распределении генов, важных для естественных базовых благ, должны быть организованы таким образом, чтобы они приносили наибольшую пользу наименее обеспеченным. Ну, если вы вспомните Джона Роуза, то, в общем-то, здесь очевидно вот это вот влияние Роузианской этической линии, когда именно преференции отдаются наименее обеспеченным в каком-то отношении. В отношении учения Джона Роуза мы говорили о наименьшей обеспеченности социальными благами, а в данном случае в данной кондекции мы говорим о наименьшей обеспеченности генетическими благами, какими-то естественными благами. То есть, например, когда у человека есть какие-то мутации, он имеет нормального вина, условно говоря. Вот. И, в общем-то, когда мы говорим, кто же все-таки может считаться наиболее уязвимым в процессе распределения генетических благ, если этот процесс будет действительно происходить на наших глазах, возможно, как раз вот этими наиболее уязвимыми членами общества станут те члены общества, которые имеют показания к редактированию геномов в терапевтических целях. То есть, это потенциальные насильственные излечения в заболеваниях. И для них как раз редактирование генома станет единственным методом решения проблем со здоровьем. Если даже вычеркнуть вот этот сам, ну, это этически сложный, этически, так сказать, сомнительный ход, связанный с генетическим редактированием зародышевой линии, то мы здесь можем говорить о том, что, скорее всего, в первую очередь речь пойдет о генетическом редактировании сомантических клеток у взрослых, как только будет технология развита. И редактирование зародышевой линии уже эмбрионов состоит возможно в том случае, когда другие методы лечения окажутся неэффективными. Вот. И здесь, опять-таки, если мы попробуем воспользоваться идеей Джона Роуза о зависимости неведения, то в отношении как раз генетических преимуществ тоже это зависимое неведение, скорее всего, будет. И, возможно, если учитывать усиливающийся социальный запрос на шифровку генетических условных способностей, склонностей и качеств личности, вот это зависимое неведение как раз можно было бы обозначить ограничение получения информации о генетическом профиле потомков для понимания генетически обусловленных возможностей личности, ее талантов. То есть, когда эту информацию мы не сможем использовать для дальнейшей корректировки генетического профиля своих потомков. То есть, мы, как бы, в этой зависимости неведения мы исключаем из справедливого распределения генетических технологий как раз вот эту вот оптику биотехнологического совершенствования человека. Исключаем вот эту вот всю проблематику, связанную с улучшением человека, с human enhancement, если воспользоваться английским понятием. Опять-таки, обращаясь к Джону Роулсу, мне бы хотел сказать, что он, не отказываясь от системы неравенств, обращает внимание, что они должны быть организованы таким образом, чтобы создавать преимущество для всех. И в таком случае гипотетический индивид будет выбирать универсальные принципы, которые смогут обеспечить справедливые и равные условия, ведущие в благо индивида. И в отношении генетических технологий, если как раз воспользоваться его этой моделью, можно говорить о том, что необходимо будет, возможно, вводить какой-нибудь принцип правильства доступа. То есть, доступ к генетическим технологиям должен быть открыт каждому. Но в то же время, эта открытость не означает отсутствие ограничений. То есть, правильство доступа не означает, что данные технологии, в частности, редактирование генома в соматических клетках должно применяться по индивидуальному запросу индивида в его личных целях. То есть, речь идет именно о приоритете, в первую очередь, который получает наиболее уязвимый в отношении собственного здоровья члена общества. И вот, например, именно им, представителям пациентских сообществ, тех, кто страдает обшпадными заболеваниями, именно им может быть позволено редактировать свои соматические клетки в первую очередь. Именно на них будет направлен технологический потенциал генетики. Потому что, понятно, что все сразу воспользоваться технологией не смогут. Вот. В то же время, вопрос о наибольшей уязвимости, приоритетности доступа к технологии, редактирования миогенома или терапии соматических клеток, остается до сих пор открытым. Он нуждается в выпадке уточняющих фитериев. Немаловажным, конечно, фактором здесь является именно этический фактор. И поэтому в современном философском и юридическом поле исследований предлагаются и другие подходы. Я не буду, конечно, на всех останавливаться. Я приведу, например, позицию, связанную с философией Сена, Марти Сена. Ну, вот, например, эту позицию раскрывает Тео Папа Иоанну. И он по главу угла ставит не первичные, благо, а сравнение свобод. И предлагает в качестве возможного способа решения справедливости в постгеномном обществе как раз использовать, собственно, идеи Марти Сена. Значит, Сен указывает, что представления о справедливости должны отталкиваться от постулата необходимости и генетически обусловленных, и социальных благ. И очень важной идеей для Сена является идея нормальной социальной жизни. Что такое нормальная социальная жизнь? Это жизнь, в которой предотвращено состояние депривации способности. То есть, главное, чтобы вот не достичь этого дна, связанного с депривацией способности. То есть, человеческие способности должны находиться выше какого-то антологического минимума. И человек не должен скатываться в это вот состояние депривации способности, когда он фактически превращается в вот субстрат биологической исключительной жизни, в субстрат голой жизни. И при этом, что очень интересно, для Сена вот этот вот концепт депривации способности, он никак не связан с биотехнологическим произволом, с биотехнологическим конструированием. То есть, он не призывает к тому, что мы должны создавать улучшенные копии себя, что мы должны произвольно по собственному выбору конструировать улучшенные версии человека с развитием каких-то сверхъестественных, технических или когнитивных сверхпособностей. То есть, у него нет вот этой вот стратегии на улучшение человека, если под вот этой стратегией как раз принимать решательства, которые осуществляются не в терапевтическом протексте, которые направлены на повышение уровня функционирования выше нормы. Нет, как раз для Сена отправной точки является это вот точка лишения основных возможностей, точка депривации, которой любым путем следует избегать. А когда она возникает? Именно тогда, когда человек болен. И поэтому основной его посылок терапевтический. И задачей использования генетической технологии как раз является выход за пределы этой точки, то есть возвращение человека к норме, то есть восстановление скорее человека, а не конструирование нового человека на базе имеющихся каких-то возможностей. То есть не переходя в состояние неограниченных возможностей, которые как раз создают новые возможности для создания системы социального неравенства. То есть здесь очень важно. Это вот момент справедливости, что генетика не должна использоваться как инструмент для создания новых форм социального неравенства. В том числе за счет манипуляций с генами, она должна оставаться в рамках терапевтического какого-то пути. Ну и в общем-то вот на мой взгляд как раз теория Сена показывает, как вообще можно оставаться в рамках терапевтического действия. То есть не переходить с аркетически неоправданной улучшающей стратегией в области биомедицины, не только отталкиваясь от представления контроля за базами естественных благами, то есть ориентируясь только на идее Джона Роуза, но и ориентируясь на человеческие свободы и способности, на поиск баланса возможностей, которые ограничат генетический произвол. И я бы хотела бы закончить в общем-то идеями Поля Ликера, который описывал эпистемологический аспект справедливости и указывал, что совокупность знаний, относящихся к биологическим и медицинским наукам, управляют медицинским ноу-хау. И у него есть собственные методы диагностики, рецептуры лечения, и при этом научный прогресс направлен прежде всего не на облегчение страдания, но на улучшение познания человеческого организма. Его пружина не забота и сострадания, а любознательность. И вот эта ситуация, когда Рикер описывает, то он как раз говорит о том, что центр тяжести смещается с умения на знания, с заботы на личности, на владение объектом лаборатории. Это ситуация современной науки. И Рикер это очень сильно тревожит, и он вводит новый смысл справедливости как равновесие между знанием и умением, как равновесие между биологами, медицинскими науками, терапевтическими действиями. Фактически, на мой взгляд, это много такое биоэтическое определение во многом справедливости, связанное как раз с развитием эпистемологии. И мне кажется, оно очень уместно и как-то очень хорошо коррелирует с пониманием биоэтики в смысле Поттера. И оно указывает на такой вот баланс между наукой и человеком, который позволит избежать клонизации терапевтического автонаукой и одновременно даст возможность переключиться с познавательной ценностей и невероятных успехов в науке на обыкновенную человеческую боль. Вот, все, спасибо за внимание. Вот на этом, да. Владимир Владимирович, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно? Да, пожалуйста. Я бы хотел к самому началу вашего доклада, где у вас получается эта предпосылка о том, что вот мы уже примерно в этом мире, где вся эта генетическая история происходит. А вот каково место в данном мире техноскептиков, технопессимистов и технодиссидентов, например, тех людей, которые захотят от всего этого отказаться, и в том числе даже с такими гуманными позициями, как Усена, которые говорят о том, что это помогает уменьшить самую депривацию возможностей, да, и там уже в первую очередь в экономическом говорить, да, а потом уже дальше вот с этим самым генетическим аспектом. То есть вот где будут эти люди, которые захотят отказаться? Есть ли у вас какое-то представление, ответ об этом? Ну, это тоже, к сожалению, не мое представление, это представление Михайлы, впечатление, что возникнут своего рода антропопарки, где... То есть как у Хакси, да? Да, где будут жить люди, которые попытались не быть связаны с технологическим прогрессом. Ну, это я грубо, конечно, выражаю его точку зрения, но на самом деле, конечно, мы сейчас находимся в ситуации противоречия концептуальных аргументов, и вот какие силы возьмут верх консервативные или технологические, или какими-то, техно-оптимистические, я бы даже сказала. Достаточно сложный вопрос, потому что, в общем-то, и религиозный фундаментализм в последние годы набирает свой вес, и многие генетики сами приходят к переосмыслению своих, этических оснований своей деятельности. Поэтому будет ли вот эта вот логика возможностей, когда все, что возможно, она будет реализуема, действительно, будет ли она реализована в мире мистической технологии, пока что это еще большой вопрос. Но я думаю, что мы на поверхности не видим тех вещей, которые происходят тайно в лаборатории, как это вот произошло, собственно, в Китае, с Эдиан Куром, которые уже отсидев вышел на салон, насколько я понимаю, вот, и, наверное, реализуют какие-то другие проекты. Не хочу, конечно, менее интересные, захватывающие, может быть, объединяясь с других стран мира. Вот, но это еще и политические вопросы. Я думаю, что здесь действительно поле неопределенностей, поле открытых возможностей. К сожалению, критика, она просто играет вот ахиллесы, которые никогда не добудут научные черепа, вот, которые действительно прямо ставят какие-то сверхоростные как характеристики. У меня еще такой вопрос есть. Какие понятия, как норма, средняя температура по больнице, они предлины, скорее, при таком, ну, при реальном, так сказать, воплощении в дело, будут утиритарные, прагматические какие-то критерии? Ну, вы понимаете, прагматические критерии, да. Даже вот Роман напоминает об эвтаназии. Вот Алексей у нас, Владимир Чандидов, он специализируется на этой теме. Действительно, утиритарные критерии, связанные с финансированием койко-мест, они во многих странах мира начинают вытеснять для расшахтовать сложившиеся нормы медицины, в частности, нормы оказания помощи больным, спасения жизни и битва за эту жизнь до конца. Вот. Другое дело, что насколько это вот универсальный процесс, пока сложно сказать, но что касается эвтаназии, то действительно здесь еще очень странный такой процесс гетерогенности норм в связи с тем, что, например, норма эвтаназии, она вторгается в серву, например, донорства. Возникает такой феномен, как донорство после эвтаназии. Сложно сказать, это гуманистическая практика или это практика каннибалистическая. Тут тоже нужно выделять какие-то критерии, по которым мы можем осудить практику эту и легализовать ее. Потому что возникает действительно процесс полной трансгрессии, нормативности. И этика, светская этика, она, так же как и религиозная этика, не совсем успевает реагировать на это все. Вот. И я думаю, процесс расшатывания нормы и уделитарности, факторы уделитарности будут влиять на этот процесс очень сильно, к сожалению. Спасибо. Еще вопросы? У меня есть короткий вопрос. Как решает проблему социального конструирования заболевания концепция справедливости? То есть, понятно, что общество считает, что это болезнь, а пациент, в общем-то, неизвестно такой вопрос, да? Вот. И как про концепцию справедливости с этим работают? Социального конструирования заболевания, да. Ну, я не видела, честно говоря, исследований, чтобы были какие-то... Возможно, они есть, просто я этим не интересовалась, как действительно конструироваться заболевания в контексте теории справедливости. Ну, может, например, кто-то считает, что это низкий рост, это нормы врачи считают, а человек считает, что это проблема. Вот что им делать тогда вот в этом случае? Так и оставаться с ними, скажу о всем или справедливости? Просто, возможно, там все это выражено в других понятиях. То есть, это не совсем конструирование, это скорее демографическая политика, в том числе и политика в области здравоохранения, политика в области социального здравоохранения. Здесь же действительно речь идет прежде всего о распределении, наверное, это можно назвать конструирование, о доступе к социальным благам, да, о распределении к социальным благам, о доступе даже к системе образования, к системе здравоохранения. Но это все понятно, что на уровне популяции это решается, и на уровне конкретной политики это решается тем или иным методами. И в разных странах эти методы действительно разные. И где-то это получается, где-то не очень. И когда получается не очень, начинаются эти методы усиливаться и выбирать какие-то другие. Другое дело, что сейчас пытаются выйти на другой уровень. Действительно, о конструировании идет речь в биотехнологическом смысле. Может быть, действительно проще кому-то кажется не вмешиваться в систему здравоохранения на уровне человеческой популяции, а вмешиваться просто в отдельный организм, вносить изменения и влиять там в последующем на весь его рот. Таким образом, конструировать эту линию здоровья, которая станет его новой судьбой. Но калькуляция рисков в этом отношении, я думаю, глобальная калькуляция рисков пока еще не проводилась, не смотря на все тот техно-пессимистический контекст, связанный с родителем генетики. И является ли это справедливым или нет, это все тоже находится в стадии становления. То есть это политика? Для кого-то это уже рассматривается как необходимая биополитическая стратегия. И все же здесь происходит в рамках дискурса о вырождении человечества, в том числе в рамках гуманистического дискурса, о недостаточности человеческой природы, о том, что природу нужно улучшать, и что на это меньше денег затратится, чем на действительно такие социальные меры, которые помогут лучше здравоохранению, на профилактику. Хотя это большой-большой вопрос, и мне кажется, что просто мы слишком берем новые технологии, и при этом забываем про все эти наработки, старые наработки, которые можно было бы использовать. Я просто точно, то есть, включаясь с справедливостью, когда мы работаем с справедливостью, мы работаем с определенным полисом, с определенной политикой. То есть, ну, даже, может быть, из биополитики. Ну, естественно, да. Ну, тут есть персональный уровень, конечно, справедливости, есть уровень уже надо индивидуально, собственно, об этом пыталась, да. Есть уровень, который связан с каким-то локальным сообществом, когда вообще предлагается, например, это тоже на уровне абстрактных, мазыкиного такого характера, предлагается улучшить гены какой-то определенной группы, например. Или, например, модифицировать, ну, да ладно, лучше дверь, например, приверить определенную религиозную группу, чтобы они поклонялись одному и тому же лидеру, чтобы у них была какая-то эмпатия к традиции какой-то определенной. То есть, понимаете, вот эти вот кейсы, которые, кажется, ну, несколько вымышленными, фантастическими, они начинают уже активно обсуждаться в биоэтике. То есть, когда мы отдаем преференции какой-то группе, улучшаем у нее гены, редактируем их геном, вот с определенной целью, чтобы они в ту свою функциональность, которую они проявляют здесь и сейчас, ну, на религиозную в том числе функциональность, ну, речь идет о сектах, прежде всего, конечно, они ее сохранили и смогли воспроизводить, чтобы эта группа потом и в дальнейшем воспроизводила свои кидрадиции. То есть, вот на такой уровень тоже это выходит. Спасибо. А, все, мы тогда переходим к следующему выступлению. Ирина Васильевна, вы с нами, да? Включите презентацию. Я с вами. А, все, а у вас будет презентация, нет? Будет, будет. А давайте, тогда где она? Где она? Она где-то есть, нет? Не знаю, сейчас вот постараюсь. Нравится? Да. Вот. Вот. Все, все, выведем. Так, что-то не было. Нет, это что-то не то. Это уход в бесконечность. Презентацию запустить надо. Роман, просто это презентация. Да, вообще. А чего? Нет, я так понимаю, она не отражается пока. Ну, так она не отражалась, потому что она не дожала. Она отключилась вообще. Да, она правильно сделала, но потом нужно было просто презентацию открыть и все. Ну, понятно, да. Вместо этой рекурсии было бы... Да, вы снова поделитесь экраном и просто потом сразу... Нет, надо сначала, наверное, презентацию открыть, да? Да, откройте презентацию, а потом вернитесь вот к этому. Поделитесь экраном. Да, я открыла презентацию, у вас там ничего нету, да? ШС-3 нужно включить, нет, ничего пока не отражалось. Да, теперь нажмите, вот вернитесь к... Господи, поделитесь экраном. Трансляции, да, и поделитесь экраном, вот как вы до этого делали. Получается? Да, вот мы видим ваш экран, круто. Теперь придите в презентацию. Опять. Мы ее увидим. А для этого мне нужно... А вот, она у вас уже открыта, вы просто... Да, все, супер, все, супер, спасибо большое. Все, да, да. Видно, да? Да, да, все хорошо. Давайте я обниму еще свою докладку. Да. Елена Васильевна Суяна, доктор философских наук, про немой имени Пирогова, генетизация и эвгенизация связи и зависимости. Пожалуйста, давайте. Спасибо большое, коллеги. Ну вот, основными мотивами участия в вашей конференции, это было, во-первых, уважение вообще к работе вашего сектора, вот, очень важной работе, которую вообще в стране вы ведете. Вот, все мы на вас смотрим и равняемся. Вот. И второй мотив, это рост числа конференций и рост, значит, числа официальных документов, которые посвящены новым генетическим технологиям. Вот, как-то этот фактор нужно осмыслить, и поэтому я вот попытаюсь это сделать, что это, в общем-то, означает. Ну, прежде всего, конечно, прежде всего, это, теперь бы, да, теперь, значит, такое выражение есть, домен эст омен, то есть имя и понятие предвещает, поэтому, конечно, немного все знают, но немного вспомнить вот эти основные понятия для того, чтобы понять вообще, что там на самом деле у нас происходит вот, и в стране, и на уровне общественного, и индивидуального сознания. Значит, вот понятие геника и генетика – это форма знания о наследственности, изменчивости организма, содержащие возможности создания организма в заданной условии. Вот. А вот исторический анализ возникновения этих терминов тут же очень оказался полезным. Значит, вот автор термина Евгеника Картон, он вводит его в оборот в 1883 году, а термин генетика вводит в оборот Бетсон, значит, это позже, то есть в 1906 году. И это приводит к мысли о том, что, безусловно, эти термины связаны. Тем не менее, мне кажется, что вот эта первичность в генике означает, что евгеника создают смысл, да, создают основные ценности, а генетика является как бы средством вот воплощения этих целей и этих смыслов. Ну вот как Гальтен определял? Евгеника – наука, занимающаяся всеми факторами, улучшающими вражденные качества расы, улучшающие, да. Значит, в 20 веке генетика очень активно развивается в двух формах. Она, значит, вот, как бы развивается, фиксируется негативная евгеника, которая ставит своей целью уменьшить воспроизводство тех, кого можно считать умственными или физическими несовершенными. И позитивная евгеника ставит своей целью увеличение воспроизводства индивиду с признаками, которые могут рассматриваться ценными для общества. И, в общем-то, в 20 веке эта система знания евгеники активно развивается. Вот, например, такой плакат, который вот фашистской Германии тоже был очень популярен. Да, и вообще историческая справка нам здесь необходима. Почему? Потому что в 1933 году в Германии вообще принимается закон о защите потомства от генетических заболеваний. И это было правовым основанием к массовой насильственной стерилизации людей и генетическим критериям регулирования вступления в брак. Эта практика прекращена была в 1945 году. Но вот в Швеции программа принудительной стерилизации неполноценных осуществлялась вплоть до 1976 года. И вообще в течение 20 века в Европе создавались эгенические общества, издавались эгенические журналы, в том числе и в России. Шли активные дискуссии о евгенике и генетике. И в ходе которых всплывали такие характеристики генетики, как бомба цивилизации, чума 20 века. Развитие генетики в СССР тоже было очень драматичным. Оно сопровождалось даже репрессиями генетиков. Тем не менее, мы должны отметить конкретный исторический факт, что опыт практической евгеники, фашиста Германии и международное осуждение фашизма практически неостановило развитие генетики как самостоятельной науки. Все. Был положен к пределу ее развития. Но тем не менее, и это факт, вот участвуя в этих различных генетических конференциях, практически вообще понятие «евгеники» не звучит. Никто не решается назвать цели и политику поощрения, распоряжения более здоровых граждан, да, Евгеника. Но тем не менее, исследования в этой области продолжаются. Каким образом они продолжаются? Вот нам раскрывают, значит, эти тайны генетик, конечно, покойный уже, но гершезон. Вот он писал, что сейчас Евгеника это прошлое, притом сильно запятанное. А цели, поставленные перед Евгеникой и ее основателями, ей не достигнуты. Перешли сегодня полностью в ведение медицинской генетики, которая быстро и успешно продвигается вперед. Итак, мы зафиксировали себе, что цели и задачи на Евгенике констатируют сами представители генетического сообщества, сообщества генетиков, медицинскую генетику. Итак, какие направления медицинской генетики мы сегодня фиксируем? Это медико-генетическое консультирование, это пренатальная, неонатальная, преконцепционная диагностика наследственных заболеваний, мощно развивается это тестирование таких вот в трех формах, геносоматическая терапия, редактирование нервного человека и терапевтическое и реабилитативное клонирование. В связи с этим уже можно сейчас перейти к первой попытке определения основных терминов, которые мы выбрали для понимания того, что это такое. Вот я предлагаю такой вариант, я немножко отредактировала. Генетизация – термин, связанный с форматированием общественного сознания в условиях социального признания значения генетических технологий. И термин связан с объединением генетических целей и генетических средств их достижения. Генетизация – это термин, который выражает происходящее воздействие на общественное индивидуальное сознание, возможности использования естественно-научных методов для создания здоровых и совершенных человеческих организмов, заданных свойствах. Ну вот я даже предлагаю объединить эти два термина, генетизация и генетизация, нервин гена-генетизация. Это понятие отражает происходящий процесс воздействия генических идей на общественное сознание, но в скрытом таком формате. Как реализуется это воздействие? Это воздействие реализуется с помощью создания новых этических ориентиров, новых этических оснований деятельностей и действий на трех уровнях. На уровне правовой регламентации, которая должна вписаться вот в эти новые этические агентиры, на уровне образования и формирования самосознания ученого-исследователя, и на уровне массового сознания. Вот такие воздействия у нас происходят на таких уровнях. И вот вам конкретные примеры. Смотрите, в 2019 году была принята федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий. И вот в этой программе, в 10-м разделе, возможные риски они называются, к этим возможным рискам уже относятся драмативные запреты и этические соображения, которые влекут ограничения на проведение исследований. Уже существующие традиционные запреты и этические соображения уже истолковывались как риски, которые ведут к таким вот ограничениям. А вот уже 21-й, посмотрите, постановление и произведемое ран в декабре месяце. Цитата оттуда. Важнейшей стратегической задачей развития генетических технологий, я вот хочу обратить внимание, задачей развития генетических технологий, задачей является формирование современного комплексного научно-обоснованного правового регуляции в сфере генетических технологий. Понимаете, какая связь? Прямая связь между успешностью развития генетических технологий и тем, как они регулируются. А вот на мультимедийной конференции биоэтика и генетика вызова 21-го века точно заявлено уже откровенно, что сейчас намечается важный сдвиг к пересмотру этических координат развития генов технологий. В частности, в медицинской генетике. И вот вопрос, к чему относится и в чем должен заключаться этот важный сдвиг к пересмотру этических координат? Что вообще нужно пересмотреть с точки зрения людей, которые внутри проблемы нахлы? Что нужно пересмотреть? Ну, прежде всего, да, это, конечно, документы международного права, это, значит, конвенция, принятая в объезду, где четко фиксируется, что создание эмбрионов человека в исследовательских телах запрещается. И наш закон 16-го года, который фиксирует недопустимость создания человека в исследовательских стиле, а также недопустимость использования для разработки, производства и применения эпидемиологических клетчатых продуктов, биологического материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека и нарушения такого процесса. Вот вы сейчас говорили, вот даже, Ольга Владимировна, о редактировании генома и так далее, перспективах принятия справедливости, очень важно, но ведь важный вопрос заключается в том, на каком основании эти все исследования, значит, производятся сейчас, как это знание новое получает, понимаете? А оно своим эмпирическим основанием имеет именно не что иное, как вот этот эмпирический материал из человеческих эмбрионов. Вот совсем недавно, две недели назад, Елена Георгиевна, Григорий Пищакова, пригласила к нам на кафедру Ребрикова. Это известный генетик, вот наш проект по научной работе, вот он рассказывал нам о всяких делах, его спросили, значит, а чем вы сейчас занимаетесь? Он говорит, это редактирование генома и эмбриона человека. И я у него спросила, хорошо, интересно, а что является эмпирическим материалом вашего исследования? И он прямо в глаза спокойненько отличает, да, публично, что нашим основанием материалом биологическим является эмбриона человека. В частности, мы берем лишние, которые остаются от искусственного оплодотворения, так что его база находится в институте акушерских гинекологий. Итак, вы понимаете, существует, значит, на первых, противоречие между законом, где фиксируют эту недопустимость, и реальной потребностью ученых этот закон преодолеть. То есть, у них существует потребность в легализации и рыванию процесса развития эмбриона или плода человека, да, в исследовательских целях, в исследовательских целях. Дальше, посмотрите, пожалуйста, вот стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на период 25-го года. Основными задачами развития здравоохранения Российской Федерации, это официальный документ, является разработка и внедрение, значит, современных методов молекулярно-генетического прогнозирования, то есть тестирования, да, диагностики, новых методов регениционной медицины, в том числе с применением биомедицинских клеточных продуктов. А что это такое-то? На основании чего эта разработка и внедрение будет происходить? На основании использования вот этого эмпирического материала, коймой являются человеческие эмбрионы. Вопрос, ну, вопрос, почему? Потому что здесь фундаментальный этический вопрос о соотношении целей, деятельности и средств, понимаете, с помощью которых эти цели достигаются. И здесь явно, как бы, какое-то несовпадение гуманитарно-этическое возникает. Цели-то, конечно, благородные, а вот средства, как-то вот, значит, возникают очень много вопросов. И в связи с этим вообще тогда, в связи с этим противоречия между целями и средствами, возникает вопрос вообще о корректности всего того, что происходит. Значит, вот вторая позиция, которая требует пересмотра этических координат. Если вот то, что мы сейчас говорили, это еще как бы только стоит такая проблема, и все идет к тому, что эти правовые ориентации будут созданы, новые будут созданы, которые легализуют вот эти базовые исследования. А вот вторая позиция уже внедряется даже на законодательном уровне. О чем здесь идет речь? Что требует пересмотра? Пересмотра требует всеобщая декларация о геноме человека и правах человека, где утверждается в статье 1 пункт А. Каждый человек имеет право на уважение его достоинства и его прав, вне зависимости от его генетических характеристик. Но тем не менее, значит, легализация генетических абортов, которая является практикой сегодня, и вот внедрение, попытки внедрения генетических паспортов, ну вот вообще, человек как бы реально находится в противоречии вот с этим принципом международного права. Ну, допустим, на уровне общественного сознания идут дискуссии о целесообразности абортов за родышей с пороками развития, так называемые генетические аборты. В обществе существуют разные позиции. Одни считают, что генетические аборты – средство для обеспечения комфорта, качества жизни родителям, которые избавляют от забот о больном ребенке. Евгенический аборт – это экономически целесообразные действия, которые освобождают общество от груза финансового обеспечения инвалидов и незначимых больных. Евгенический аборты – это, значит, важная работа по снижению показателей детской смертности и движению к такому показателю здоровья, как генетическая норма. А вот другая консервативная часть общества полагает, что генетические аборты недопустимы. Достоинство человека не зависит от человеческого здоровья, потому что не зависит от порогов его развития. У человека есть естественное право родиться, независимо от признанной генетической нормы. Забота о детях-инвалидах, родившихся, повышает уровень нравственности, гуманности, личности и общества. Перинатальная диагностика, которая дает эту информацию о наличии дефектов у ребенка, перинатальная диагностика должна быть добровольной и проводиться для подготовки к рождению больного ребенка. А на самом деле у нас уже никакого информированного согласия нет. Согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы 2005 года, ультразвуковое обследование плода и биохимическое исследование крови проводятся для всех беременных в обязательном порядке без добровольного информированного согласия. То есть принатальная диагностика уже внедрена на уровне правового оформления без какого-либо этого добровольного оформления. Перед чем мы стоим? Какая у нас перспектива? Сейчас генетики говорят, что они в состоянии уже могут ставить диагнозы генетических заболеваний, которых насчитываются от 4,5 до 7 тысяч. У разных авторов цифров. То есть ученые о генетике уже могут фиксировать от 4,5 до 7 тысяч генетических заболеваний. И представляете, если все вот эти генетические заболевания станут основанием абортов по медицинским показаниям, то есть по состоянию здоровья плода. Представляете, до каких размеров вырастет вот количество этих абортов генетических по медицинским показаниям. Просто колоссальные масштабы нас ожидают. А вот еще такое проблемное явление связано уже с неонатальным тестированием. То есть с тестированием новорожден. Вот уже родился ребеночек. Тем не менее, сейчас вот идет у нас в этом опять же институте, институте окушевства и гинекологии уже действует гранд-проект тестирования новорождена. Вот родился новорожден, а ему уже могут поставить, значит, вот диагноз. Есть ли у него генетические заболевания или нет? Вот. Ну вот и в Штатах тоже такие, значит, вот тестирования проводят. И они тоже стали перед вопросом, а что вот делать? Вот поставили этот диагноз, значит, неизбежного генетического заболевания. А ребенок родился. И вот они подготовили законопроект, который позволит матерям убивать своих детей в течение 7 дней после рождения. Вот. Значит, мотивировка такая. Этот законопроект будет защищать мать от преследований за совершение таких действий, то есть убийства своего ребенка на протяжении 7 дней после рождения и будет расцениваться как реализация женщины ее продуктивных прав. Вот действительно, и вот и в России у нас тоже встает этот вопрос. Вот они проводят это неонатальное тестирование новорожденных. А что дальше? Что дальше? К сожалению, пока еще, можете к радости, каких-то еще законодательных проектов у нас нет. Они, может быть, готовятся, но тут законодательная рекомендация этих вот, значит, тестирований и этих исследований явно стоят между вообще добром и злом. Но тем не менее, пока законодательного, значит, вот решения нет между добром и злом, тем не менее, уже осуществляется целый ряд мероприятий, которые бы, значит, вот не допускали, не допускали все-таки появления таких новорожденных. И в этом плане большую надежду возлагают на что? На преконцепционную диагностику, это диагностика, значит, родителей и на внедрение генетических паспортов. Вот, кстати, преконцепционная диагностика активным ходом идет у нас в университете, эти проекты. Студенты, значит, подвергаются этим, значит, диагностике на основные генетические заболевания, и уже они, значит, знают, кто носитель, чего и так далее, и учитывают это при своих знакомствах. Но и юридически, так же, вот, значит, вот основа государственной политики в области обеспечения химической биологической безопасности, этот документ уже вводит, да, возможность осуществления генетической парапатизации населения, да, с учетом правовых остальных защитных данных о персональном винове человека. То есть уже правовая регламентация этих мероприятий, значит, частично потихоньку уводится, это тоже нужно иметь в виду. Так, значит, в связи с тем, что все вот так потихоньку уводится, мы можем констатировать в настоящее время происходящую на наших глазах смену этических координат цивилизации. Мы уходим куда дальше от цивилизации любви и все ближе и ближе приближаемся к цивилизации здоровья. Очень яркую такую характеристику того, что это и вся такое цивилизация здоровья будет представлять давнейший в своей морали для врачей будущего вот в этой цивилизации здоровья. Вот посмотрите, какой красивый текст и какой убедительный. Больной поразит общество. Коллеги, кто сможет этому возразить? Это же реально, действительно. Его право на жизнь должно вызывать многое презрение общества. Ирина Васильевна, уже надо время приближать. Да, я уже заканчиваю. Все. Врачам следует быть предпосредниками в этом презрении. Не рецепты, а новая доза отвращения к самому пациенту. Новая ответственность врача требует беспощадного подавления и устранения ворослающейся жизни. Например, для права на зачатие, для права быть рожденным, для права жить. Ну вот наша страна, например, Россия, уже пережила, я уже заканчиваю, пережила целый ряд вот таких вот 40 масштабных предприятий для улучшения мира, для улучшения человека. Это атизация, абортизация, потребительство. И вот теперь мы стоим на пороге организации и общественного индивидуального состава. Ну вот, значит, тем не менее, практически последний слайд. Если мы отказываемся от традиционной морали, от традиционных эпических координат, и на этом основании возникают новые биометинские технологии, то они требуют новых прав, изобретенных притворных прав, да, репродуктивные права, сексуальные права, потенциальные родители и так далее. Все это неизбежно ведет к новому стандартному поведению, которые абсолютно характерны для той культуры западной, в общем-то, которую мы видим каждый день, что там происходит и так далее. Ну хорошо, коллеги, спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, наши вопросы. Да, коллеги, вопросы. Я еще хотела бы поблагодарить, пока формулируются вопросы. Ирина Васильевна, всегда у вас фундаментальные доклады, которые с огромным наслаждением слушаешь и прям... Мне, да, озадачили, что у нас действительно этика отнесена к области риска в законопроекте, в законодательстве нашем, даже не законопроекте, уже лучше, чем такой... Ну, куда деваться? Вопросы у кого-то есть? А, ну, вполне еще. Вот, Ирина Васильевна, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, ведь вот эти вот все тестирования и паспорта, ну, известно, что это все связано, конечно, с большими страданиями детей, которые рождаются, если этих тестирований не производилось. Вот, ну, генетики любят показывать, там, совершенно жуткие кадры, там, в общем, как они мучаются, вот эти вот, с моногенетическими заболеваниями, вот, и есть заболевания, как от эстрафии души, она, когда, практически, пациенты к ним относятся уже, как к нежинцам, к этим детям, они все равно погибают потом. Как эту проблему вообще тогда решать? Есть ли какой-то... Ну, вот как? Ее решать, значит, во-первых, не допускать этих генических абортов, это раз, и во-вторых, готовиться, да, к принятию, значит, к рождению, к Рождеству, как... То есть, принимать страдания. Говорим, таких детей готовиться к их лечению, понимаете, к принятию этих детей и так далее. Но они не изучены. Дистрофия душевная не лечится вообще. И кто? Ну, дистрофия душевная, насколько я помню, вот там была она как раз на этой конференции, которую вы упоминали, она же вообще не лечится никак. То есть, они просто поживают 20 лет и погибают. То есть... Дистрофия душевная, по-моему. Нужно иметь в виду, на чем вообще все это строится. И если вот такие вот основания, как вот эти опыты, да, над человеческими эмбригонами и так далее, но оно само по себе ставит вопрос о том, что хорошего-то в итоге может быть. Вы понимаете? Вот. Ну, просто так, философски. Философски. С точки зрения там, значит, категорического императива Канта. Понимаете? Вот. Который фиксирует жесткую зависимость между целью человеческой деятельности и средствами, которые она достигает. Понимаете? Если средства вот такие вот вне морали и вообще такие ужасные, понимаете, то будет ли вообще какой-то хорошенький эффект. Вы понимаете? А ведь он будет или не будет неизвестным. Ведь одни только обещания, понимаете? Одни обещания, одни удивительные сказочные прогнозы, за которыми ничего не стоит. Понимаете? Вот. Еще неизвестно что будет. Спасибо. Может кто-то еще вопрос? Да. Ирина Васильевна, еще вот один краткий вопрос. А как вы относитесь к редактированию соматических предок человека? Ну, тут, конечно, как бы, в общем-то это более, более как бы так, не так вызывающе, как, конечно, за которыми последуют все остальные поколения этого рода. Вот. Но, пожалуйста, но все равно это все на уровне, значит, вот допустимых возможностей, да, допустимых возможностей, но еще раз повторяю, как бы, что является вот базой того, что, ну, того, что мы даже если выходим на какие-то результаты соматических, соматической генной терапии. Но ведь вы понимаете, что с утра до вечера в этих лабораториях эти исследования идут. Как? Сколько крови проливается там вообще? Реально. И вот он, Ребриков, он даже, он даже не вздрогнул, не покраснил, не насторожился, когда я вас спросила. А как вы вот эти вот, к редактированию это идете? Каким путем? Что у вас вот лежит вот на ваших этих самых лабораторных столах? Вот это вот и лежит. Хорошо, спасибо. Да. А еще вопрос есть. Подскажите. Вы, наверное, уже не успеем отключить уже. Да, спасибо. Вы можете отдельно потом связаться. У нас просто да, тут уже закрывается аудитория. К сожалению, да, тогда придется закрыть. Может быть, просто по почте я могу передать почту Ирине Васильевне спросить так. Я тоже еще хотела уточнить кое-что. Ну, ладно. Просто, к сожалению, не получается. Ну, спасибо большое, коллеги. Я, конечно, обострила ситуацию, но потому что вы должны тоже быть центр вообще биоэтической мысли в России. Вы должны ждать вот этой возможности появления законов, знаете, которые вот это дело все будут регламентировать в новых этических, значит, стандартах. Коллеги, я тебе спасибо на одном руслое. Да, я, к сожалению, закрываю наш симпозиум. Вот, еще есть что обсудить. Я думаю, в следующий раз мы как-то возьмем дополнительное время. Спасибо большое за участие, вопросы и хорошую приспособность. Спасибо, так большое. С Новым годом и наступающим рождественникам. Всего хорошего и с наступающими праздниками. До свидания. Так, все? Все. 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 Продолжение следует...